Когда тебе кто-то делает больно, делать вид, что это не так. Это невозможно. Как бы я там по-снопски не говорила, я никогда никого не сниму из «Дома-2». Но никогда не говори никогда. Я не считаю этих людей свободными. Что творится в шоу-бизнесе и в мире глянца, страшно представить просто. Шоу «Дом-2» покурило в стороне. Обо мне никто не знал, мне фамилию придумали. Какая разница, Бородиная, Амоева, Амарова, это вообще не важно. Телевизор — это всегда цензура. А кто принимал финальное решение? Комиссаров и Петренко? Совершенно верно. Меня, наверное, может, в какие-то моменты чуть-чуть и заносило. А может быть, и не чуть-чуть. Вот такие подруги нужна была моя популярность. Я не отрекаюсь от того, что я играла роль в программе «Окна». Так, я тебе сейчас задам главный вопрос. Он будет долгий. Это твое первое интервью после развода? Да. Все друзья знали, все мне подходили с одним вопросом. Почему ты это терпишь? Я была как оголенный провод. Когда меня докоснись, я начинала искрить. Измена, измене, рознь? Если ты готова терпеть вторую семью и делать вид, что ее нет, это твое право. Если готова закрывать глаза, что твой муж путешествует без тебя, якобы это командировки, и потом не берет трубки ночами, это твое право. Это побег. Это нормально, что шоу начинается, и всегда нужно быть готовым к тому, что оно закончится. Ксюша, я много раз говорила своим подписчикам, своим знакомым, что я никогда никого не сниму из Дома-2. Ну, ты, наверное, часто сталкивалась с таким убеждением. В один прекрасный день мы с тобой поговорили по телефону, и у меня возникло ощущение, что я могу сделать с тобой хороший разговор. Вот это предубеждение по поводу Дома-2. Мы сейчас не оцениваем сам проект. Твой образ, он прочно ассоциируется с Домом-2, и это понятно, потому что с самого первого дня до настоящего времени я, вот готовясь к интервью, с удивлением обнаружила, что он еще идет. Образ Ксении Бородина равно Дом-2. Вот то, что таким образом вопрос ставится, тебя это расстраивает? Ты знаешь, сейчас уже в меньшей степени есть такие ассоциации. С появлением Инстаграма достаточно много что изменилось. А вот этот стереотип, например, не зовем на мероприятие всех, кто связан с Домом-2, не позовем на интервью тех, кто когда-либо имел какое-то отношение к Дому-2. Ну ты мне расскажи, вот почему у тебя был такой стереотип? Я на тебя очень давно подписана, но это было, знаешь, такое своеобразное guilty pleasure. То есть Ксения Бородина вроде бы не моя героиня, но почему-то мне за ней интересно наблюдать. Почему? И когда я смотрела на общих, как видно в Инстаграме, да, кто из твоих друзей подписан, да большая часть, я тебе могу сказать. Но это в основном люди, которые могли мне сказать, ну я надеюсь, ты же не будешь никогда Ксению Бородину снимать. Ну зачем-то они на тебя подписаны. Если ты этих людей спросишь, они тоже не найдут этому ответ. Огромное количество людей в шоу-бизнесе в том числе смотрели Дом-2, просто в этом не признаются. И может быть, позвав меня на какое-то светское мероприятие, они переживали, что они спалятся, что им это интересно. Я не знаю. Люди, которые имеют отношение вот к тому кругу, для которого Ксения Бородина и люди, имеющие отношение к Дому-2, недостаточно хороши. Насколько тебе в разные моменты жизни было их мнение? Было же когда-то важно? Когда-то было важно, конечно. Когда первый раз Ксюша привела меня в светское общество, конечно, мне там было сложновато, потому что я очень сильно переживала. Мне было 20 лет. Я сильно растерялась. Я практически никого там не знала. И как правильно себя вести, я тоже не знала. Поэтому я была достаточно зажата. И мне было некомфортно. Потом я себя нашла в своей компании, в своем окружении. Абсолютно разные люди. И с Comedy Club мы очень много тусовались. Были моменты, когда я переживала, почему у меня нет на обложке hello или ok. Но сейчас это уже не сила, которая определяет настроение. Раньше вокруг глянца формировалось своеобразное комьюнити. Это общество модных, светских и прочих людей, которые определяли настроение в таком элитарном кругу, так скажем. Ты с этой аудиторией никогда не заигрывала. Ты делала ставку на свою лояльную аудиторию, которая тебя всегда поддерживала. И ты никогда не стеснялась говорить «я народная». Да. В то время как многие блогеры не то чтобы перешли на эту сторону, но попытались быть более глянцевыми. Но, насколько я знаю, это же системная проблема. Когда Настя Ивлеева снималась для Татлера, Бузова, для Харперс Базар, стилисты жаловались на то, что под них не давали вещи для этих журналов. Потому что этот круг их отвергал. Да, вы большие, вы с огромной аудиторией, но вы не мы. Ты же даже не рвалась, ты не пыталась попасть ни в этот глянец, ни с кем не договориться, хотя тебе же известны технологии, и наверняка ты могла это сделать. Конечно, безусловно. Я могла заплатить тому же Друяну и попасть на все обложки, но я не стала это делать. Я вообще... Ты знаешь, я тебя сейчас удивлю, у меня никогда в жизни не было пиарщика. За 20 лет существования в шоу-бизнесе у меня не было пиарщика. Никогда. Мне это было неинтересно и не нужно. А что ты про это поняла? Что сколько бы ты ни заплатила, ты своей там не станешь? Я не хотела никому платить. Я не хотела быть в этом обществе. А где эта тусовка сейчас проходит? Ну, раньше это были... Ну, сейчас в Телеграме, получается. Hello, GQ, светские мероприятия. Сейчас-то что? Сейчас в Телеграм. Сейчас дома у Светы Бондарчук, это максимум, мне кажется. Что, где? Что, где эти светские тусовки? Ну, получается, что так и есть. Это какие-то квартирники. Свету я люблю, очень уважительно к ней отношусь и с удовольствием, не знаю, мы общаемся, пусть не так часто, но она ко мне хорошо относится. И никогда в жизни я не задавала вопрос, а почему в свое время ты, значит, и не хочу, если честно. Hello тебя не было. Да, я прекрасно понимаю. Я прекрасно понимаю этот мир и правила. Они заложники собственных этих правил, понимаешь? И на самом деле, что творится в шоу-бизнесе и в этом мире глянца, страшно представить просто. Реалити-шоу «Дом-2» покурило в стороне по сравнению с тем, что там творится, какие интриги там происходят, кто с кем спит и как себя ведет. Ну, давай будем честными. И я не считаю этих людей свободными. Чем больше вот этого пафоса и глянца, тем больше грязи под всем этим. Поэтому я на самом деле, еще раз говорю, в этот мир никогда не стремилась очень аккуратно к этому всему относилась, всегда с уважением. Но на дистанции. При этом на дистанции. Хотя многие сделали вывод, даже светские телеграм-каналы, что образ Ксении Бородиной переживает определенный ренессанс. Часто тебя стали замечать рядом с Леной Перминовой. Ну, не часто. Мы на самом деле общались по телефону и в Инстаграме года два-три, а впервые увиделись на мероприятии вот когда, два месяца назад. Потом мы пошли очень вкусно поужинали вместе, поболтали, узнали друг друга поближе. Буквально вот пока мы с тобой общались, только что ты слышала, что голосовое пришло, и я не стремлюсь и набиваюсь к Лене в друзья, и она ко мне тоже. Но при этом у нас какие-то точки соприкосновения есть. Им кроме «Дома-2» мне предъявить нечего. Моя репутация чиста, и я всегда вела себя очень достойно. Если бы я была эскортницей, которая вышла бы замуж за богатого мужика, я бы в это общество бы сразу с лета залетела, потому что он бы приглашал, мы бы приглашали вместе их всех на яхту. Ну, извините, ребята, для меня это немножко странно. Ну, вот не хотела, понимаешь? У меня очень интересные друзья, которых я очень люблю. У них у всех разный социальный статус, но мне никогда не было это важным. Смотри, я долгое время провела на Каприо. Я жила там со своей мамой, со своим отчим. Остров Каприо, он хоть и небольшой, но недвижимость там стоит огромных денег. И моя мама вышла замуж за итальянца. У меня были очень разные друзья. И мы все съезжались туда на лето. У них были виллы. Это были дети адвокатов достаточно известных, врачей. У моей близкой подруги у родителей был банк. И ты знаешь, я никогда не чувствовала себя какой-то не такой там. Моя мама и мой отчим меня с детства так воспитывали. Они говорили, Ксюш, мы можем тебе много что купить, но в этой жизни ты должна добиться сама. Потому что я возмущалась, я не понимала. У моих друзей были очки Гуччи и Ролексы. Им было 15 лет. Мне так было это странно. И я думала, почему мы же можем себе это позволить? Почему мне это не покупают? И мой отчим сказал, я прошел очень тяжелый путь для того, чтобы добиться того, чего я добилась. Я даю тебе образование. Ты учишься в одном из самых лучших институтов Москвы. Ты учишься в частной школе. Это была красивая, как называют, глянцевая жизнь. Мой отчим общался с Томом Крузом. Понимаешь, они приезжали в гости. То есть наши какие-то звезды тоже приезжали домой. То есть я могу сказать, что я все это увидела, но у меня не было никаких переживаний по поводу того, что где-то какие-то двери передо мной закрыты. Правда. Потому что я во всем этом росла с детства. У меня были две разные абсолютно жизни. Жизнь в Москве и жизнь в Италии. Моя мама вышла замуж за итальянца, когда мне было 5 лет и уехала жить туда. Это было сложное время, потому что тогда не выпускали. Но она уехала и забрать меня не смогла. И в итоге я стала жить здесь с бабушкой. И только спустя 4, по-моему, года, в 9 лет первый раз я попала в Италию. Только тогда первый раз я прилетела и оказалась на острове. Это было для меня что-то невероятное. Первая моя поездка за границей. И дальше уже каждый год я летала на Капре. А чем отчим занимается? Отчим-архитектор. Ты понимаешь, какая у тебя шикарная легенда, что при желании, если бы ты захотела стать глянцевой героиней, это же просто идеальная, совершенная история. Вот я, например, нигде об этом не слышала. Ну, я особо об этом не распространялась, если честно. И с детства мы много путешествовали. То есть все. Каждый год мы ездили в Таиланд, мы ездили во Францию, мы объездили всю Италию. То есть я уже с 9 лет все это видела. Мы снимали лодки. В какой-то момент мне отчим с мамой сказали, мы хотим, чтобы ты училась в Швейцарии. И для меня это был удар. Сильнейший просто. Я не могла оставить свою бабушку, с которой росла дедушка. Я их безумно любила. Я привыкла к своей школе Савковской. Но я согласилась на Лондон. Я продержалась там 3 месяца и сбежала. Я вернулась в Москву и сказала, что я только здесь буду жить и здесь учиться. То, как сложилось в моей жизни, я ничуть не жалею. Если бы я стремилась, я бы тебе честно сказала, я всегда туда хотела, я рвалась, я пыталась, я стучалась в двери, но меня не впускали. Ни один пиар-менеджер, ни одна светская львица тебе не скажет, Бородина мне звонила, просила, а я вот чего-то там не сделала. Я не посчитала нужным ее позвать. Ни один. Потому что я никогда в жизни не звонила и не просилась никуда. Никогда. Это, ну, мое кредо по жизни. Я не знаю. Я не чувствовала себя ущемленной без этого общества. Моя жизнь достаточно разнообразна и интересна всегда была. Сейчас в интернете можно увидеть много примеров успешной смены деятельности. Учителя открывают талант в рисовании, рекламщики уходят в творчество, а радиоведущие становятся актерами. Конечно, истории успеха вдохновляют, но решиться на такой шаг действительно сложно, особенно если вы сразу начинаете полноценное обучение конкретной профессии. По данным исследования HeadHunter, 55% людей боятся смены профессии. Есть риск разочароваться, не потянуть и в итоге потерять деньги и время. Чтобы снизить такие риски и добавить уверенности в выборе, крупнейшая профильная онлайн-школа диджитал дизайна Contented разработала уникальный курс «Старт в дизайне». Этот курс создан специально для новичков и предлагает профориентацию сразу в пяти трендовых направлениях UX, UI-дизайн, графический дизайн, моушн-дизайн, 3D и дизайн интерьеров. Два месяца вы на практике погружаетесь в эти направления, а затем начинаете полноценное обучение одному из них. Кстати, зарабатывают специалисты в этой сфере немало. Разработать фирменный стиль бренда косметики в среднем 40 тысяч рублей. Создать дизайн-проект квартиры от 2000 за квадратный метр. Обучение в Contented максимально приблизит вас к вашей первой работе по новой специальности. На рынке дизайна важное значение имеет портфолио, поэтому весь фокус на практике. Так, за время обучения у вас уже будет до 20 сильных кейсов, которые можно будет показать работодателям. Самообучение онлайн и в комфортном для вас темпе под присмотром топовых практикующих дизайнеров во время обучения. Кстати, первые заказы у вас появятся уже во время прохождения курса. С этим помогут в карьерном центре Contented. И знаете, что самое замечательное? По промокоду Стрелец действует скидка с 45% на все тарифы курса старт в дизайне. Еще один бонус бесплатный курс английского для дизайнеров. Все это поможет вам с большей уверенностью сделать этот непростой первый шаг к новой профессии. Промокод и ссылку оставлю в описании. Я работала каждый день без выходных. Знаете, каждый день огромное количество лет я работала без выходных. Я первые не знаю, сколько лет не могла в отпуск попроситься. У меня его просто не было. Во-первых, часто разъезжала Ксения Анатольевна, и я не могла покинуть площадку. Ксюша назначала график, неизвестно, приедет она, не приедет. Я могла до двух ночи сидеть и ждать. Она как раз-таки была на светском мероприятии, а я сидела и ждала, и она могла в час ночи позвонить и сказать, ребят, я не приеду. И мне говорили, выходи. И это был очень долгий период в моей жизни. У меня была достаточно сложная дорога, но при этом я благодарна судьбе и благодарна всем, кто имеет отношение к моей популярности. Я заслужила то, что я сейчас имею. Я не просто стала в момент какой-то популярный в соцсетях, и вот не вывозила это. Я очень долго шла к тому, к чему я пришла. Очень долго. Когда я могла себе позволить дорогую машину, я себе ее не позволяла, потому что копила на квартиру. Потом, когда я накопила на квартиру, я копила на ремонт и еще долгое время не позволяла себе дорогую машину. Хотя мне говорили, послушай, ты телеведущая, некрасиво на Хонде Аккорд ездить. Я говорила, мне плевать, ребят, я езжу на Хонде Аккорд, она новая, она из салона, и я кайфую, потому что я знаю свой путь, я знаю, чего я хочу. И вот то, к чему я пришла сегодня, я всегда знала, что у меня это будет. Конечно, были моменты, когда я сдавалась, когда я в себя не верила. Было очень много моментов, когда мне было тяжело работать с Ксюшей. Было адски тяжело. Я страдала, я хотела уйти, потому что я не выдерживала этого напора, я не выдерживала этой агрессии в мой адрес. Мне было тяжело. Но сейчас я считаю, что я большая молодец, что я это выдержала. И теперь мы летим в Блиновской на ведение какого-то мероприятия, и Ксюха пересаживается ко мне на четвертый ряд с первого, и мы болтаем весь полет. То есть я спокойно могу ей позвонить, пообщаться. Но тогда были очень тяжелые времена для меня. Она серьезную школу дала мне. Может быть, это сейчас можно назвать абьюзом. Я отчасти ей благодарна, потому что я совсем пришла наивная. Мне было 20 лет, я с большими глазами смотрела на этих участников. Как в пионерском лагере. Как в пионерском лагере. Еще и я могу им сказать, как им себя вести. Вы себя называли парой, но по умению нету кого не являлись. Это была пара. Просто нас не признают как пара, потому что у нас не так, как у других. В какой-то момент Ксюша, она имела огромную власть, и она пришла и сказала, послушайте, Бородина должна молчать на лобном месте. Понимаешь, вот эти продюсеры, они не просто были для меня продюсеры, это были люди, с которыми я работала до 5 лет. Я 5 лет проработала на окнах, на моей семье, там на девичьих с целиозой были программы. Поэтому они ко мне заходили и говорили, потерпи, пожалуйста. Ну, не сдавайся, потерпи. Сейчас вот так вот. Обо мне никто не знал, мне фамилию придумали. Это не моя фамилия, это псевдоним. И не было никакого веса. Но меня очень любил народ. Ее не любила, а меня любили. Понимаешь, и за счет этого продюсеры говорили, пожалуйста, у тебя колоссальные рейтинги среди опроса. Но зато она давала остроту. Да, да. Она могла расшевелить их так, что... Она могла расшевелить... У нее была своя роль. Но если бы они не боялись ей этого сказать, они могли бы сказать, послушай, Ксюш, давай мы распределим просто роли. У нее своя роль, у тебя своя. Или надо было бы сделать так, чтобы она одна сидела, вела на лобном месте. Понимаешь, у меня была бы какая-то дневная история, потому что это было моим унижением. Понимаешь? Вы даже один раз чуть не подрались там. Это была постановочная история. Нет, не было никакой драки. Конечно, сейчас бы я такого не позволила. А тогда позволяла, потому что я была мелкая, неопытная. Додолька сбивается, Собчак на нее орет. Потому что я работаю на стройке. Я девочек... Несчастная. Несчастная на стройке она работает. Понимаешь, трудяшка. Это единственное, что умеешь. Понимаешь, работать на стройке. Потому что головой ты работать не умеешь. На самом деле, когда он только начинался, в 2004 году, я была студенткой, и я не просто его смотрела. Я помню, что в день, когда случалось голосование, в моем родном городе улицы вымирали, все смотрели на тот момент «Дом-2». И в 2004 году, первые полгода точно, это не был зашквар. Это, наоборот, был очень модный, абсолютно инновационный проект. И герои там были. Там Саша Нелидов, Зина Шляк. Я освежила свою память, когда готовилась к интервью. Как бы ни говорили, что про рай шалаше, я все-таки как-то не верю в него. Потому что финансовая, например, для меня сторона отношений очень важна. Это, как ни крути, может, это слишком прагматично, но это честно. Поломаю свои принципы, поломаю себя, и сегодня буду совершенно в другой роли. Но это не будешь уже ты. Да. Это буду я по-прежнему, потому что это мой выбор. Это были вполне себе такие интересные, даже где-то интеллектуальные ребята. И на их фоне особняком действительно смотрелось вот Ольга Бузова, которая стала большой звездой. буквально с первых серий, потому что она была совершенно другая. На первом месте у меня стоит это образование. Да все, папа! Рома, давай поцелуемся. Давай. Инновационная история, интерактивная. Тогда этого практически не было, что можно было проголосовать, заплатить за это деньги, за платное СМС проголосовать, спасти какого-то героя. И все кидались ее спасать. Это был вообще совершенно инновационный для начала нулевых проекта. Но потом прошло время, проект менялся, модернизировался. И в какой-то момент вот эта вот трушность ушла. Уже никто не верил, что там кто-то какой-то дом выиграет. Уже поменялись правила, уже стало видно, что началось шоу. Вот эти герои, они ни за что не борются. Они поняли, как им дольше остаться на экране. Звезды типа Венцеслава стали появляться. Никого не хочу обидеть, но другой тип героев. Реалити во всем мире строится по одному и тому же сценарию. Мы подглядываем за людьми, нам вряд ли будет смотреть интересно за каким-то чопорным семейством, у которого размеренная жизнь. Всегда нужен какой-то скандал, какие-то неприглядные стороны. И в какой-то момент, видимо, продюсеры стали уже выдавливать из этого шоу все, что только можно и нельзя. В принципе, почему шоу популярно? Потому что у людей достаточно сложная жизнь и огромное количество проблем. И приходя вечером домой и включая ТВ, начинается сопереживание и понимание того, что, слушайте, у меня все не так плохо в жизни, как у них. То есть такая психотерапия. Конечно. За этим очень долгое время было интересно наблюдать. Даже я, хотя это была моя работа, я там все знала. В период, когда я была беременна первым своим ребенком, Марусей, я ездила на работу, потому что я практически никуда не ходила. у меня был такой кавказский муж, который именно были кавказские правила, и поэтому была такая история, что особо никуда не ходи. Ездила на работу и возвращалась домой. Первое, что я делала, приходя домой, это я включала Дом-2 и смотрела, потому что мне было интересно, понимаешь? Хотя я работала на этом проекте, но я с какого-то другого ракурса на все это смотрела. Действительно, ты права в том, что герои поменялись, но Венцеслав был тоже очень интересен. Он своего рода аутист. У него, может быть, и не поставлен такой диагноз, но тем не менее, он может построить отношения, что может случиться любовь. Первый год, это была совершенно захватывающая история. Правила формировались по ходу дела, потому что сначала все жили в каких-то фанерных бараках. Действительно, строили дом, верили, что они его выиграют. Была какая-то сумасшедшая энергия. Мы открывались на три месяца, то есть проекту дали три месяца и сказали, что за три месяца вы должны построить дом, построить отношения, кто-то выиграет и, собственно говоря, проект закрывается. Но из-за сумасшедших вся эта история продлилась на 20 лет. Ну, энергию, понимаешь, можно все что угодно сыграть, сделать скандал, устроить мордобой, устроить истерику. Но вот этой энергии, если ее нет, то ее бы и не было. То есть это не сыграть. И она была тогда, конечно, колоссальная, потому что первый состав был просто сумасшедший. Ну, вообще, первые составы первых месяцев. Бузова, которую сначала ты терпеть не можешь, потом ты проникаешь в симпатию, вызывая твои образы и хочется как-то защитить. И вот эти образы нарочно такой не придумаешь. Это Алена Водонаева, которую ты не понимаешь сначала, что она какая-то сумасшедшая женщина, которая просто сметает все на своем пути, а потом ты понимаешь, что это харизма. Так, дала бы микрофон, взяла бы микрофон с головы, а теперь послушай меня. А я не дам, потому что че он мужик, а не тряпка. А где, получается, тряпка в этой ситуации? Мне тяжело внутри, да, но я как бы справляюсь, я веселюсь, я общаюсь с другими парнями, там, с чего я ему с мужем. А он и видит, что тебе тяжело внутри. Канал ТНТ узнали благодаря Дома-2. Как к нему не относись, я понимаю, это может мне согласиться, я все равно настаиваю на том, что к сегодняшнему дню он уже превратился в такой своеобразный притон, но для того времени, когда он начинался и первые годы Дома-2, конечно, это демонстрация того, что он стал абсолютным социальным феноменом. Ничего подобного не было, хотя нулевые, в принципе, были временем реалити-шоу. Все от «Фабрики звезд», «Голода», «За стеклом», «Большой брат», «Каникулы в Мексике». Но, конечно, это был номер один реалити-проект на российском рынке, и, насколько я понимаю, он вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый долгий и коммерчески успешный реалити-проект в мире. Ты упомянула про «Каникулы в Мексике», а я тебе хочу сказать. Я долгое время говорила, ребят, послушайте, вот мы все время берем каких-то неказистых, все время из каких-то глубинок этих участников. Давайте дадим красиво фактурных персонажей. Появились как раз «Каникулы в Мексике», и рейтинги показали, что нет, не работает эта история. Неинтересно народу смотреть на вылизанных, глянцевых, красивых мужиков и девушек. Они хотят себе подобных, понимаешь? Вот они хотят видеть, что и Венцеслав может построить любовь, и Коля какой-то Должанский, и Рапунцель эта, которая пришла на проект, будучи, извините, девушкой, которая зарабатывала деньги, показывая интим через веб-камеры, а при этом она стала одной из главных героинь. Потому что первая героиня, о которой мы узнали, что она снималась в порно, мы убрали тут же. Это Лена Берг. Да, совершенно верно. Тогда продюсеры испугались какого-то резонанса. Телевизор — это всегда цензура. Когда стали показывать ее по телевизору, и, соответственно, как всегда это бывает, у нас приходят участники, все время, знаешь, были истории, когда приходили участники женатые, и думали, не понимая, что их показывают по телевизору, и жена объявится, понимаешь? И такие моменты были. И, наверное, в свое время Лена подумала, что тоже ее никто не узнает. Ну, были любители ее шоу, видно, и поэтому они объявились и сказали, и прислали нам видео, после чего было принято решение, что Лену убирают сразу. И это была трагедия. Кстати, к вопросу вот о Лене Берковой. Считается, что именно с момента ее абсолютно резонансного исключения из шоу «Дом-2», и начались эти сумасшедшие рейтинги, что тогда был вот этот колоссальный просто резонанс. Она всех обманула, оказалась порно актрисой, но такую эмпатию вызывал ее образ. Это был какой-то тест на толерантность. Все строчили какие-то сообщения, верните Лену, да как вы смели, да как вы могли, да почему вы такие бесчувственные, безжалостные. То есть, по сути, это был пример какой-то дикой нетолерантности администрации, и, мне кажется, абсолютно эмпатичного отношения к ее образу со стороны зрителей. Насколько это достоверная информация? На все сто, поверь. Ты уверена? Да, я уверена. Я отдала ему некую информацию, которая содержит в том числе фотографии. Тебе придется покинуть наш телепроект. Причем покинуть его тебе нужно прямо сейчас. Проект «Дом-2» был создан Валерием Комиссаровым, хотя он держался в стороне и долго не афишировал, что имеет к нему отношение. А с виду семьянин, депутат «Единой России». Абсолютно такой у него был позитивный образ. Причем придумывал он очень много рейтинговых и каких-то дичайших проектов, типа «Моя семья». Если кто не помнит, там кто-то в маске сидит. Потом были окна, где ты принимала участие, и тебе очень долго за это прилетало. Вел этот проект Дима Нагиев, которому никогда, кстати, не прилетал за это. Я уж не знаю, но думаю, что нет. Я была редактором программы «Окна». И, собственно говоря, мы принимали участие во всех этих историях. И так бывало, что герои слетали. Для людей, которые работают на телеке, думаю, меня очень хорошо понимают, что такое, когда слетает герой. Все. Ну, то есть это конец. Пару раз у меня так случилось, что у меня слетали герои, и мне ничего не оставалось, кроме того, как идти в гримерку, гримироваться и выходить вместо этих героев. Но на тот момент я не была популярна, и поэтому мне было абсолютно все равно. Я это воспринимала как сценку, в которой нужно поучаствовать. Понимаешь? Вот как дается роль в театре, там, я не знаю, или в кино. И зритель верил, и ему нравилось. Понимаешь? Но до поры до времени зритель верил, потом стало понятно, что... Как и любое шоу, которое заканчивается, это нормально. Шоу начинается, и всегда нужно быть готовым к тому, что оно закончится. У тебя была когда-нибудь неловкость за участие в «Окнах»? Потом, когда кто-то это где-то нашел и стал распространять по интернету, конечно, у меня была. Но в момент, когда я снималась я собирала друзей дома, и говорила, сегодня будет программа со мной, давайте все смотреть. Мне нужно сделать выбор или любовь, или деньги. Ой-ой-ой-ой-ой. Естественно, когда я рассказывала роль Маши, которая не знает, от кого она забеременела, это была роль. Это же не я, Ксюша, которая пришла и сказала, послушайте, я не знаю, от кого я забеременела. Но это же не про меня история. Поэтому, на самом деле, со временем я стала вообще ко многим вещам относиться абсолютно спокойно. Просто каждый человек, который становится популярным, Надя, я думаю, что ты тоже с этим столкнулась, и, может быть, уже это прожила, я не знаю, начинает сильно обращать внимание на то, что говорят. И бороться с этим. Я пыталась доказать всем вокруг, что я не такая, что вы неправильно обо мне думаете, что Дом-2, это понятно, но я там ведущая, я так себя не веду. Я бежала за всеми, чего-то доказывая. Но потом я успокоилась и поняла, что это абсолютно бессмысленно. У меня огромная аудитория, 20 миллионов человек подписаны на меня, и я им интересна. И навряд ли 20 миллионов людей, которые меня не любят. Как только я перестала на 90% ругаться со своими подписчиками, пытаться им доказать что-то, их просто смыло. Я не знаю, наверное, есть какие-то телеграм-каналы, которые что-то про меня выкладывают и обсуждают. Это невозможно, чтобы они этого не делали. Просто мой фокус внимания переключился. Я себе сказала, Ксюш, ты не идеальная мама, ты не идеальная ведущая, не идеальная жена, а, возможно, не идеальный друг. Прими это просто. Я понимаю, что это больно, просто это прими и пойми, что есть две стороны, что ты можешь быть такой, а можешь быть такой. Я не хочу больше из-за этого переживать и тратить на это свое здоровье, тратить на это свою энергию. Это абсолютно бессмысленно. Мне очень многие подписчики писали, Ксюша, это одно и то, что бороться с ветряными мельницами. Зачем ты это делаешь? А зачем ты это делала? Мы буквально вчера с моим психологом разбирали эту ситуацию. Она говорит, ты помнишь, как ты мне пришла первое, что ты сказала? Первое, что ты сказала, что у тебя обостренное чувство справедливости. Пытаешься всем вокруг доказать, что ты не обманываешь, ты за всеми не можешь добежать и это доказать. Успокойся, просто прими какие-то вещи. Да, у тебя обостренное чувство справедливости и истина существует. Просто не надо за всеми бежать и доказывать. это бессмысленно. Я не могу тебе сейчас сказать на сто процентов, знаешь, Надя, я излечилась, все, мне все равно. Нет, конечно, есть ряд вещей, которые прекратили меня трогать, как трогали раньше. Еще раз говорю, я просто фокус поменяла. Если сейчас вы проживаете этот момент, имейте в виду, попробуйте так сделать и вы увидите, что это работает. Ну, я действительно очень удивлялась тому, что ты постоянно рубилась с хейтерами, а у тебя огромная аудитория, я со своей гораздо меньше аудитории. Если начну так взаимодействовать, мне кажется, я слягаю. Я не знаю, сколько тебе энергии там было, как ты во все это интегрировалась. В периоды хронической усталости и сильного стресса в моем случае больше всего страдает сон. Ночью я обычно долго не могу уснуть, прокручивая в голове текущие дела и планы на следующий день, а на утро просыпаюсь уставшей и разбитой. В такие моменты главное вовремя услышать и поддержать свой организм. Например, мне в этом очень помогает восточная медицина. Уже не раз на собственном примере убеждалась в эффективности банок и акупунктуры. А недавно врач посоветовал мне попробовать лотосоник. Лотосоник это комбинированный препарат растительного происхождения из Вьетнама, включающий экстракты из семи экзотических растений. Он оказывает седативное и легкое снотворное действие, а заодно снижает эмоциональное перенапряжение, вызванное хроническим стрессом. Принимать лотосоник можно курсом по одной таблетке два раза в день или разово за час до сна в случае бессонницы или сильной усталости. Эффект у него накопительный, как и у большинства растительных препаратов, однако привыкания он не вызывает. В числе показаний к применению лотосоника высокая психоэмоциональная нагрузка, хроническая усталость и так называемый синдром менеджера. Поэтому, если вы перерабатываете, много тревожитесь и у вас подолгу не получается заснуть, этот препарат может оказать необходимую поддержку организму. Лотосоник, как и любое 17 лет, беременность и период лактации. Также в дни приема препарата не рекомендуется садиться за руль. Купить лотосоник можно в ближайшей аптеке или заказать онлайн на сайте аптека.ру. Легенда гласит, что ты узнала о том, что тебя утвердили, когда ты была в аэропорту и уже улетала в Италию чуть ли не совсем. Это правда. Это правда. Эта история не выдуманная. Может быть, ее стоило бы выдумать. Фамилия Бородина не моя фамилия. Говорю тебе абсолютно честно, где я работала, как я снималась и что делала. Но история про Италию это действительно так и было. Я работала над тем, чтобы запустить Дом-2. Все. И вот он уже был готов. Мы его придумали. Мы придумали лобное место, мы придумали эти бараки. То есть ты была в числе тех, кто саму концепцию разрабатывал? Совершенно верно. Я была редактором. На телевидении мы, как правило, воруем у Запада какие-то программы. Ну, не воруем, а покупаем права. А здесь полностью оригинальный был? Полностью. Это было придумано нами. Сколько у нас в редакции? Человек 10, наверное, 12 было. Но это была редакция именно Комиссарова. Совершенно верно. У меня тогда был отпуск. Я сказала, ребят, все, я все сделала, мы все придумали, я могу улетать? Мне сказали, да. Не вопрос, все. Я тогда уже... Нет, я не знала еще, что Собчак хотят пробовать. Кого-то они... Я уже сейчас не вспомню. Кого-то кастинговали. Все время шел кастинг. И в том числе... Ну, например, кого? Интересно очень. Кто? Олеся Железняк. Я принимала участие в кастинге. Я говорю, ребят, все, мне надо улетать в Италию. Там с гражданством была какая-то история, что я должна была получать гражданство, потому что мама там. Это называется Permesso di Sogiorno по-итальянски. Все, мы с мамой уже в аэропорту Домодедово. Мы прошли всю таможню. Прошли, значит, подходим к выходу. Мне начинают звонить из редакции. Говорит, Ксюш, ты где? Я говорю, я в аэропорту. Сейчас Комиссаров за тобой отправят машину, потому что ты нам нужна. Они тебя хотят попробовать ведущей. Я говорю, вы шутите? И сев в машину, которую мне прислали с водителем, вот так вот просто я сажусь, у меня ватные ноги, и, может быть, меня вообще разыграли, обманули. И все мои, которых я прошу сказать правду, говорю, ребят, пожалуйста, ну мы же вместе работаем. Я сама так все время говорила, мы вам перезвоним на кастинге. Говорю, вы же мне-то можете сказать правду? Я должна вылетать в Италию, я сейчас должна купить новые билеты, вы же это понимаете, вы же не можете меня так подставить. Они говорят, Ксюш, мы не знаем. Я не знаю до сих пор. Реально они не знали. Или как это делать? А кто принимал финальное решение? Комиссаров и Петренко? Это совершенно верно, да. А у них-то не могла спросить? Или не те были отношения? Во-первых, я не знала, кто такой Петренко. Откуда я могла знать? То есть тогда ты с ним была не знакома? Ну, конечно, я не была с ним знакома. А пойти к Валерии Яковлевича, извините, вы что? Нет-нет-нет, пока он сам на ковер не вызовет. Это что? Ну, те времена, они были абсолютно другие на телеке. Ты пойми, что там не было такого. А почему Комиссаров скрывал какое-то время свою принадлежность к этому шоу? он был депутатом Госдумы. Это было, наверное, нельзя ему, я не знаю. Я покупаю новые билеты. И я похудела в тот день килограмма на три, наверное, от нервов. За ночь просто. И мне никто не звонит. В итоге я покупаю новые билеты. Вылет должен был состояться вечером. И мне звонят ближе к вечеру и говорят о том, что тебя взяли. Мы когда придумали проект, меня домой отпускали принять душ и вернуться. Мы порой сутками не спали. Вы тогда были на диком энтузиазме. Мы на диком энтузиазме. Мне было 20 лет. Мне было все это интересно. Для меня это была работа мечты. Хотя я вообще не собиралась работать на телевидении, но как-то так закрутилось. Я была очень услужлива. Понимаешь, меня так воспитали, что вот, Ксюш, будь удобной. У меня бабушка такая. Я же воспитывалась бабушкой и дедушкой. Это их то поколение. Оно было абсолютно другое советское поколение. Они всего боялись. Тогда высовываться нельзя было. Во мне очень много было энергии. Поведение у меня всегда было удовлетворительное. И я все равно где-то вылазила вот это. Но так, чтобы моей бабушке было за меня стыдно, никогда. Я больше всего боялась ее огорчить. Я боялась огорчить отчима. Я боялась огорчить маму. Я боялась огорчить бабушку. Поэтому вот если мне сказали в 12 быть дома, четко в 12 я приходила домой. Это вот с детства всегда, когда мы сейчас с отчим увидимся, он это вспоминает и говорит, что вот во сколько ни скажи, вот все равно кто-то дети все равно там обманывали как-то какие-то, да, когда приходили позже. Ровно в 12 Ксюша всегда была дома. И так и есть. Потому что я всегда боялась, чтобы они переживали. Я не боялась, что меня будут ругать. Не из-за этого. Я боялась, что они будут переживать. Сказали, что ты должна до двух ночи сидеть и ждать, когда Собчак с тусовки приедет. Да, я не могла пойти к начальству и сказать свое фи. Конечно, потом, когда ушла Ксюша, когда уже появилась Оля, все, все полностью поменялось. Безусловно, я выбирала прежде всего, все, я встала, как бы, я расправила крылья наконец-таки, да, опыт некий появился, да, уже другой вес, другой статус. И поэтому уже я назначала свои смены. Уже сначала решала я, какие дни мы выходим, потом Оля, и потом уже все остальные. То есть все, и мне дали какую-то значимость, мне показали, потому что я всегда, знаете, я очень долгое время переживала и не понимала, почему продюсеры ко мне не придут и не скажут, ты очень значима для нас, ты очень значима для этого проекта, ты идешь на уступки, ты терпишь какие-то моменты, мы тебе хотим сказать спасибо за это. И мне это сказал только продюсер потом, когда он уже ушел из телепроекта Дома Два, и мы по сей день с ним дружим, с Лешей Михайловским, я его очень люблю и уважаю, он потом только рассказал мне про всю мою значимость, понимаешь, когда уже прошло очень много времени, рейтинги росли, реклама росла, понимаешь, огромное количество людей нас все хотели, и было тяжело, а мне было так важно это услышать, во мне взыграло вот этот, конечно, сейчас уже с психологом я все эти истории прорабатываю, да, и понимаю прекрасно, но мне, я вот готова была впахивать 24 на 7, мне просто важно было услышать, сказать, Ксюш, мы в тебя верим, мы тебя любим, да, там, эти унижения, что ты пережила, то, что у тебя отнимали гримеров, то, что график был ненормирован, то, что ты долгое время там не могла поехать отдыхать, но мы тебя любим и уважаем, и ты вот значимый персонаж. Когда долго об этом не говорили, потом моя ситуация переросла в злость, понимаешь, то есть, когда я получила эту власть, я сильно обозлилась, и я подумала, хватит быть удобной вот этой хорошей девочкой, вот этой мягкой, пушистой бородулькой, меня же никогда даже по имени не называли, никто не называл Ксении, все всегда говорили бородулька, и я нормально к этому относилась, ну бородулька и бородулька, ну что, я же своя, да, я же изнародок, все, теперь ее нет, теперь ты оторвись по полной программе, понимаешь, и я как-то быстро ушла из этого образа бородульки, переключилась на эту бородину, меня, наверное, может, в какие-то моменты чуть-чуть и заносило, а может быть, и не чуть-чуть, сейчас могут сказать только те люди, которые со мной работали, только спустя какое-то время я смогла себя выровнять и найти себе место, потому что, когда долго тебе не дают слова, и когда тебя унижают, и когда тебе достаточно тяжело, на любимой работе, я подчеркну, это была моя любимая работа, ни секунду не стеснялась того, что я ведущая дома двоя. Ты уникум в этом смысле, потому что все открещиваются, все участники, ведущие, практически все открещиваются от этой истории. Те, кто пишут, да что там такого посидеть на бревне, а ты попробуй посиди, ты попробуй посиди и поведи этот проект, потому что очень многие, кто пытались, Спилберг кого-то приглашали, да кого только не приглашали, ничего не получилось, понимаешь, потому что одно дело вести какое-то шоу, я сейчас не буду приводить даже примеры, не хочу никого обидеть, и другое дело сидеть там. Это реалити-шоу. И я отстаивала долго это право, не слушать это ухо и говорить то, что я хочу и как я вижу эту ситуацию. Как тебе кажется, вообще большая слава, возможно, без того, чтобы человека хоть раз не занесло вот в это, то, что называют... Звездной болезнью? Я не знаю, наверное, только близкие смогут сказать, была ли у меня эта звездная болезнь или нет. Я не скатывалась никогда ни в наркоту, ни в алкоголь, ни в какие-то гулянки сумасшедшие. Да, в моей жизни всегда были и клубы, и бары, там мы любили повеселиться, но так, чтобы меня занесло, вот так прям конкретно, да, жажда власти была в какой-то момент, когда тебе ее долго не давали, и когда ушла Ксюша, я оперилась, это я тебе честно призналась, было, но сказать, что мне прям снесло голову на чем-то, я не помню такого. Ты хоть раз за собой замечала, работая нон-стоп, практически первые годы каждый день, что хоть раз тебя на площадке могло занести, где-то ты грубо с кем-то пообщалась, где-то ты... Да нет, это было. Было что-то прощение даже могло у кого-то попросить? Да, конечно, было, нет, заносило, заносило в том плане, что я могла накричать на редакторов, такое было, да, сорваться, например. У тебя была одна цитата по поводу женской дружбы, что она имеет срок годности. Да. Есть два мнения насчет того, что ты делаешь достаточно часто чистку своего окружения. Первый, это то, что тебя окружают люди, которые, ну, где-то хотят поживиться, так скажем, воспользоваться, да, твоей медийностью. Но есть и другое мнение, что ты, будучи человеком уже осторожным и обжигавшимся несколько раз, уже часто сама такие превентивные меры, у тебя в лишний раз, чтобы себя обезопасить, устраняешь кого-то из своего окружения. Но многие хейтеры, это как раз связывает с тем, что, возможно, у Ксении звездная болезнь, и она где-то несправедливо кого-то удаляет из своего окружения. Вот был ли у тебя хоть раз случай, когда ты пожалела о том, что с человеком обошлась жестковато? Мне часто пишут, где та или иная подруга. У каждого непубличного человека, да, есть окружение, и там текучка не меньше, чем у меня, поверьте. Это с каждым может случиться, тем более на протяжении всей жизни. У меня есть подруги, не распиаренные в соцсетях. Вот у меня, например, Настя есть, с которой мы вместе работали в редакции «Моя семья». Мы с ней дружим больше 20 лет. Она, например, приходит ко мне домой и не успевает сфотографироваться на общую фотографию, ну, потому что она задержалась с ребенком, потом долго гладила блузку, как она мне рассказала, потом она попала в пробку. В итоге она приезжает, ей эта фотография общая в Инстаграме не нужна. Она моя близкая подруга. Когда у меня случались панические атаки, она со мной всю ночь с 12 ночи до 6 утра разговаривала. Она в семь, ей надо было вставать на работу и идти ребенка еще в детский сад отвезти, понимаешь? И она всю ночь со мной продышала. Она учила меня правильно дышать. Она говорит, я с тобой засну вместе. И таких разговоров у нас по телефону, я не знаю, за 20 лет миллион. Она мне близкий человек, но о ней практически никто не знает в соцсетях. Знают только мои фан-клубы. И они периодически делают какие-то наши там совместные видео, фотографии, какие-то там на день рождения еще что-то. Никто о ней не знает. Но она мне близкий человек. У меня есть близкая подруга Карина, с которой я дружу тоже 20 лет. Она живет в Швейцарии, например. Но нас расстояние не разделило. Мы очень любим друг друга и часто созваниваемся. А есть, я их называю инстаграммные подруги. Так получается, что когда они появляются в моей жизни, они всегда на всех их дни рождения хотят сидеть рядом и много фотографироваться, и много этого выставлять в соцсети. Настя всегда сядет с Кариной где-нибудь там, вдалеке. Понимаешь? А есть такие подруги, которые хотят сейчас после этого, сейчас посмотрят, никто со мной рядом не захочет сидеть. Но были такие эпизоды в моей жизни, понимаешь? Вот такие вот подруги, они мне были близки, потому что им нужна была моя популярность. Может быть, может быть, я была неправа, но когда я стала это замечать, я сама начинаю себя так вести, что люди либо сами уходят, либо я ухожу, у нас просто прекращается общение. Я не знаю, как так получается, но это некая чистка, и она нормальная. Понимаешь? Мне 40 лет, я взрослая девочка, ну я имею право выбирать, с кем мне общаться, с кем мне... Я перестала быть удобной. Если ты видишь, что человек тебя использует, ты не хочешь больше находиться с ним, или если ты видишь, что вы больше не можете друг другу ничего дать. У меня есть подруга, которую я очень любила, мы сошлись в определенный период моей жизни, мы не ругались, просто она пошла своей дорогой, я пошла своей дорогой. Я первое время пострадала, что мы не общаемся, но потом дальше я поняла, что мы были нужны друг другу в определенный период жизни. Дальше, наверное, не надо было. Жизнь, она же такая штука, она разделяет людей не просто так. Мы очень сильно страдаем, переживаем, но на самом деле потом, я читаю сейчас книгу Дэвид Хокинс, называется «Отпускание». И вот там говорят, что отпускание — это не всегда слабость, это не всегда то, что ты сдалась. Это просто можно подойти и посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, с другого ракурса. И вот именно так сделала я. То есть сначала я сильно переживала по поводу того, что мы не общаемся, а потом я просто посмотрела с другого ракурса и поняла, что мы прожили какой-то определенный период жизни вместе, мы дали друг другу все, что мы могли дать, и мы разошлись, так бывает. Я уже не очаровываюсь и не разочаровываюсь в дружбе, вот так могу сказать. Я очень много этому отдала, я очень долго за это переживала, очень много на это потратила меров, и я просто поняла, что у каждого своя дорога. Если суждено ее пройти, например, Олю Орлову я встретила, когда ей было 42 года, она меня встретила, мне там было 36 лет. И это единственный друг из шоу-бизнеса. Я впускаю в свою жизнь, потом обжигаюсь, так бывает. Ну ничего страшного, я как-то это прорабатываю, иду дальше. Возвращаясь к Дому-2, чтобы уже его пройти и закрыть эту тему, когда вы придумали концепцию проекта, она выглядела примерно так. 15 клевых ребят должны распределиться по парам. Ну что-то подобное, потом каникулы в Мексике, они фактически ваш формат трансформировали. Ну как и многие другие потом, да. Но одному человеку, их 15, нечетное число, не хватало пар. Этот один, по идее, должен был уйти, но не всегда это было так. Потом уже правила менялись, у проекта появилась своя лексика, лобная, романтическое свидание, вип-домик, что там еще было. И до поры до времени у проекта были очень логичные правила, понятная структура, было примерно понятно, какие герои останутся, какие уйдут. Но в какой-то момент эти алгоритмы трансформировались слишком серьезно. Появились какие-то квартиры, какие-то Сейшелы, какие-то еще локации непонятные. Героям уже совершенно, они уже практически не притворялись, что им что-то надо строить. Они уже поймали вот этот хайп. И по иронии судьбы, то, из-за чего Лену Беркову в свое время убрали по этическим соображениям, что она вот снималась в порно, значит, она недостойна быть в этом проекте. Потом кого туда только не брали. И девушек легкого поведения, и таких, и сяких, и растаких. И в какой-то момент они стали основным контингентом практически проекта. И возникло ощущение, что в какой-то момент туда стали приходить какие-то девчонки, которые потом делали апгрейд внешности, развивали свои страницы в Инстаграме. Если сейчас, наверное, посмотреть топ-50 блогеров России в Инстаграме, то из них половина будет из дома 2. Есть даже девушки, которые уже там сто лет не в проекте, у них у всех миллионные аккаунты. Один, два, три миллиона. И они открещиваются еще. Вот когда вот это стало происходить, не было ли у тебя, у тебя же есть сейчас большая власть и полномочия, желание, ну, что-то с этим сделать, что это вышло из берегов ситуации? Надь, это не мой проект, понимаешь? Я его люблю, но продюсером этого проекта я так и не стала. И поэтому я не имею права говорить людям, которые меня наняли и на которых я работаю, как вам дальше себя вести? Понимаешь, я в какой-то момент просто смирилась и уже принимаю это как данность, меньше в чем-то участвую. Я практически не появляюсь, хотя еще раз говорю, я ничего плохого по проекту и про тех людей, которые его делают, не хочу и не буду говорить. Понимаешь, я очень благодарна этому месту и я его люблю. И есть зритель, который смотрит и которому нравится. Поэтому сказать о том, что вы что-то делаете не так, я не считала нужным. Когда меня просили что-то делать, я могла сказать свою фи и сказать о том, что нет, ребята, я это делать не буду. То есть когда уже разрабатывались искусственные линии какие-то? Да, какие-то моменты, когда были, то что мне не нравится, как-то говорят, что это девочки. Я всегда с ними боролась, я за семейные ценности, поэтому я всегда боролась. Я всегда была против девочек, которые влезали в пары. К сожалению, очень многие участники неблагодарные люди. И вот когда они стыдятся этого проекта, значит, они стыдятся самих себя. Вот и все. Они просто стыдятся, они себя не признают. Понимаешь, они себя не сумели полюбить, они не сумели себя признать, потому что, ну извините, это завтра я выйду на Красную площадь, скажу, Дом-2 не имеет ко мне никакого отношения, когда в жизни ведущей не была, я вообще сама по себе всю жизнь была бородиной, и все меня за это полюбили. Но это чушь собачья, мне скажут, что у тебя что там, биполярка, что с тобой? Они выглядят как биполярные, ну то есть это странно, это же какое-то заболевание, это шизофрения, потому что ты как себя можешь не принимать? Как ты можешь говорить, я к этому не имею никакого отношения? Если ты появилась там, стала популярной там, и ту рекламу, которую ты сейчас пилишь в соцсетях, это благодаря этому проекту, и никак иначе. Дальше молодец, если у тебя появляются какие-то свои шоу. У меня была перезагрузка, женский клуб, еще какие-то проекты я вела, это никому никто, все всегда помнят только Дом-2, понимаешь? Никто никогда, мы не сели с тобой, не стали обсуждать перезагрузку, потому что это масштабно. В любом случае, кто бы ни говорил про элитное общество, всегда интересен масштаб, и все хотят большое количество подписчиков, много денег, много любви, понимаешь, большие яхты, потому что всегда интересен масштаб. Но есть определенные имиджевые проблемы, для кого-то это действительно может быть была там ошибка молодости. Вот есть актриса Наталья Бордо, ты знаешь наверняка. Почему ошибка молодости? Это я не понимаю. Просто потом она удачно вышла замуж, и теперь ее муж-режиссер снимает ее во всех фильмах. У нее случилась хорошая карьера после этого, ну не хочется, знаешь, про этот Дом-2. Это одно и то же, что, послушай, ну есть действительно участница, которому должно быть стыдно за свое поведение, но это же вы делали, вы же это делали, это же вы, это же часть вас. Шемена Ниха, ты же знаешь, как все это было, там и продюсеры давили, и там же, ну многие ситуации все равно как-то стимулировались. Сколько бы меня не давили, я бы не стала спать с тем, с кем я не хочу спать. Или, например, сколько бы меня не просили стать участницей реалити-шоу, я ей не стала бы. Или я не знаю, если бы мне сказали что-то сделать того, что идет против моей природы, я бы это не делала. Значит, в людях это заложено было, понимаешь? Значит, они себя вели ровно так, как хотели. Значит, это их был карьерный путь. Значит, они хотели стать популярными, и они готовы были идти любыми способами добиваться своей цели. Надо просто это признать и сказать, это была часть моей жизни, да, она была, теперь я хочу другой жизни, все в моей жизни поменялось, и теперь вот так вот. Но это не значит, что там была не Наталья Бардо, понимаешь, а Марина Редискина. Это была она. И это была Боня, и это была Водонаева, и это был Степан, и это был там, не знаю, кто угодно. Мне кажется, Степан не отрекается от этого. Да. Я не отрекаюсь от того, что я играла роль в программе «Окна». Мне так надо было, я ее играла. Я это не скрываю. Весь интернет об этом говорит. Для меня, пожалуйста, ребят, это была часть моей жизни. Я тогда была мелкая, неопытная, я работала, я спасала тот проект. Я была Бородулькой, и мне что сейчас сказать, что я не была? Была. И была несказанно рада, потому что благодаря этой Бородульке я выросла в Синюю Бородину 20 миллионов подписчиков, хороший заработок и возможности самой себе покупать дорогие машины, понимаешь, путешествовать там, где я хочу, и жить той жизнью, которой я хочу. Но это все начиналось с Бородульки, и этого не убрать, и это не стереть из моей памяти. И я не считаю это постыдным. За это тебя и любят 20 миллионов человек. Понимаешь, потому что многие искортили, а потом сейчас строят из себя светских львиц, светских див, и говорят, слушайте, ну это меня никогда не касалось. Ну как не касалось? Конечно, касалось. И это было твое прошлое. Мне ни за один день своей жизни не стыдно. Ни за один. Я совершала достаточное количество ошибок, наверное, как и любой нормальный человек. Но мне ни за один день своей жизни не стыдно. Так, я тебе сейчас задам главный вопрос. Да. Он будет долгий. Перед тем, как идти на это интервью, я с удивлением узнала, что Дом-2 еще идет. Я тебе уже об этом говорила. Почему-то у многих есть ощущение, раз он, проект ушел с ТНТ, значит, его как бы и нет. По большому счету, о чем это говорит? О том, что ты, как Ксения Бородина, твой образ. Ты переросла этот проект. И началось это не сегодня и не вчера. В тот момент, когда ты вошла вот в топ-5, ты на четвертом месте среди всех инфлюенсеров в России. Хабиб, Гусейн Гасанов, Бузова, ты на четвертом, Самойлова на пятом. Это вчера я мониторила. Топ-5 блогеров России выглядит так. По количеству подписчиков ты говоришь? По количеству подписчиков в Инстаграме. А сейчас по-другому измеряет рейтинг по количеству охватов, просмотров и вот этой всей истории. Хорошо, мы по старинке смотрим. Но что для меня было важно, оказывается, у тебя почти миллион подписчиков в Телеграме, я как абсолютный телеграммный человек удивилась этой конверсией. Она больше, чем у кого бы то ни было, всех, кого мы назвали. То есть к тебе в Телеграм совершенно другого типа площадку, значит, твоя аудитория максимально лояльная, финитивная. Процент подписчиков, перешедших за тобой в абсолютно другого типа соцсети, он уникальный. Хотя ты почти ничего не выкладываешь, что удивительно, можно огромные деньги зарабатывать. Но у тебя там какие-то там две интеграции и тебя там снова нет. Очень зря. Я вот тебе очень советую ввести Телеграмм активнее. В чем вопрос? Зачем тебе сегодня проект, который твоему имиджу ничего не добавляет, не дает каких-то огромных денег, занимает какое-то еще твое время? Я понимаю, что ты глобально от него не хочешь открещиваться и ты помнишь, с чего ты начинала. Ну вот сейчас, конкретно сегодня, он тебе как коровье седло, он тебе не нужен. Но вот уже ты, как инфлюенсер, огромный инфлюенсер, у которого такая армия поклонников, когда бренду вот просто возьми эту аудиторию, забери, она огромная. И там будет и люкс, и масс-маркет, и такое, и сякое, и всякое разное. То есть, это уже не просто какая-то только лишь... То есть, ты считаешь, что если я прекращу быть ведущей Дома-2, ко мне придут другие рекламодатели? Мне кажется, что как минимум часть вопросов уйдет на тему того, что ты одно дело нынешняя ведущая, а другое дело бывшая ведущая Дома-2. Все-таки... Мне кажется, если... Я не знаю, эти клише еще работают или нет, если честно. Мне кажется, если кто-то из рекламодателей захочет, чтобы я стала их лицом, надо смотреть на цифры. Я отсеиваю огромное количество рекламных предложений, просто невероятное количество. То есть, если бы я их всех принимала, я не знаю, где бы я сейчас была, в космосе, наверное. Почему я до сих пор не ухожу с Дома-2? Этот вопрос мне задавал и мой психолог. Какая-то психологическая связь. Она считается, как ты, да. Но это моя психологическая связь, к разрыву которой я не готова. А в прошлом месяце у меня была одна смена. Одна. Это совсем ничего. И по деньгам, конечно же, это тоже ничего. И я даже... Мне поступит это на карту, я не замечу. Но вопрос в том, что это мой ребенок, понимаешь, который... И неважно, он какой. Я его люблю. Я... Или родитель. Я не знаю, как правильно сказать. Родитель это мой. В какой-то момент это стало моим ребенком. Я не знаю. Но это просто то, что я уважаю и люблю. И я... И неважно, на каком они канале. И неважно, в какой заднице они завтра окажутся. Я не могу просто взять и плюнуть на них. Если они во мне нуждаются, я готова им помогать. Это уже не финансовая давно история. Еще раз повторюсь. Совсем нет. И сейчас я понимаю, что они нуждаются во мне больше, чем я в них. Но плюнуть на них и сказать, ребят, да идите вы в задницу. Там работает огромное количество операторов, редакторов, людей, с кем я начинала. Я их люблю. Там есть и мои друзья, которые получают зарплату на этом проекте. И их жизнь зависит от этой зарплаты в том числе. И если я могу как-то помочь этому, я этому помогаю. Настанет время, если закроется Дом-2, он закроется. Это перерастет во что-то другое или он просто закроется. Это неважно. Да, у меня была черная метка долгое время. В принципе, по контракту канала ТНТ я являлась лицом канала ТНТ. Я же не имела права вообще нигде появляться, ни на каком другом канале. Когда я была ведущей, и вот только вот самое мое время было раскрутиться, после того, как Ксюша ушла, когда я вот оперилась, у меня было огромное количество предложений от других каналов. Но я была вынуждена всем отказывать, понимаешь? Я вынуждена была всем говорить нет, потому что я лицо канала. А дальше в один день проект уходит с канала ТНТ или ТНТ прощается с проектом. Это уже неважно. Я свободный. Если мне будет что-то интересное, меня захотят куда-то позвать, они это сделают. Но сделать что-то, сделать так, как хотят другие, потому что им так удобнее, я так делать не буду. Я как чувствую, так и поступаю. Вот я считаю, что совесть мне не позволяет бросить проект. Ну ты так по-пацански, у тебя эмоциональная привязанность, ты не хочешь бросать людей, но ты понимаешь, что он тебе сейчас уже ничего не даёт. Совершенно верно. И ты понимаешь, что у него был момент вот начала, когда он действительно был классный. Вот я этого не побоюсь, никакого хейта. Я настаиваю на том, что в первые полгода он был классный, забавный, весёлый, креативный, с офигенными ребятами, с классной задумкой. Потом это всё трансформировалось в коммерческую историю, а потом в какой-то мракобесие уже. Я уверена, что хотя бы раз в жизни у тебя был какой-то стыд за то, что ты там видела. Я как могла, так боролась с какими-то вещами, понимаешь? Если я могла сказать своё веское слово, я его произносила. Сейчас я просто не лезу. Если мне интересно, если я хочу это сделать, если мне продюсер говорит, Ксюш, пожалуйста, мы сейчас тебе нуждаемся, появляйся почаще, если тебе не сложно. Я говорю, я по графику посмотрю, если я могу, я это сделаю. Потому что, конечно, аудитория канала, на которой переехали, мне канал этот очень нравится. Но это не та история уже для меня. У меня другие масштабы. Если тебе хейтер какой-то в комментариях напишет, Ксения, а вы своим дочерям дадите смотреть Дом-2? Телепроект Дом-2, он не для детей. И даже если дети его смотрели, это ошибка родителей. Из всей этой истории нужно было извлекать другой урок, что так делать нельзя. Или уметь сопереживать, сочувствовать. И вот это вот замочная скважина, когда ты стыдишься и не говоришь в открытую, можно спокойно было в этом признаваться и сказать, слушайте, я с точки зрения психологии смотрю, мне интересно. Потому что огромное количество психологов мне сознавались в том, что да, мы смотрели, потому что нам было интересно. На самом деле, Надь, поставь любому человеку камеру домой. Я абсолютно с тобой согласна. Поверь мне, мы насмотримся такого, что мало не покажется. Это правда. И неважно, это Рублевский дом, понимаешь, или это Вбутово однушка, это абсолютно неважно. Все зависит от человека, от эмоций, от момента, от последствий, от случая какого-то. Потому что много что может произойти за закрытыми дверями. Мне, кстати, понравилась твоя мысль о том, что для людей, но чаще всего из глубинки, это своеобразная терапия. Конечно. Потому что когда они смотрели, что у кого-то хуже, а там кто-то плачет, рыдает, бьет посуду, расходится, и если это снимает какой-то стресс, ну, может быть, была действительно такая терапевтическая функция. Но вначале совершенно четко, вот я 20 раз уже об этом говорю, мне этот проект казался офигенным психологическим экспериментом, с неглупыми ребятами. Там были разные этапы, очень интересные. Менялись поколения, менялось время, дальше уже менялось все на проекте. Сейчас кто-то, есть герои, которые сейчас продолжают наблюдать, люди, и они им нравятся, и они их любят, и им будет неинтересно смотреть ни на солнце, ни на мае. Им интересны вот сейчас сегодняшние герои и концепция программы, которая сейчас, им интересна. Нельзя опираться все время на прошлое и думать, что там так было классно, а вот здесь вот... Нет, ребят, живите настоящим. Вот то, что есть сейчас, тем оживите. Я не считаю, что что-то поменяется, если я оттуда уйду, честно тебе могу сказать. Может быть, может быть, с точки зрения психологии, энергетической какой-то истории, еще что-то, может быть, так и нужно сделать. Может быть... Отпустите тоже, расстаться с этим прошлое. Вот поэтому я сейчас читаю эту книгу отпускания и, может быть, в какой-то момент я это и сделаю. Я же еще пошла учиться на гештальт. И, в принципе, психология меня сейчас интересует очень сильно. И именно есть потребность учиться, потому что я 20 лет провела в телеке, я очень много этому отдала. Ресурсов, энергии, времени, терпения, всего остального. Я сейчас... У меня то время, которое я посвящаю себе. Я себя обнимаю, глажу, рассказываю, какая я молодец. Я много путешествую, много хочу дать своим детям и даю. И поэтому вот сейчас у меня вот другой ракурс. Сейчас работа мне в радость, не в тягость, когда надо. Вот надо на работу. Хочешь, не хочешь, а надо. А сейчас у меня свой график. Я сама определяю, что я хочу, что не хочу. У меня появилось новое шоу на Тенте. Сейчас пока с ним что-то не ясно. Я не знаю, что там будет дальше. офигительное шоу называется «Женский клуб». И у меня очень классные соведущие. И это прямо мое. Мне нравится. Если вдруг это не случится на Тенте, если вдруг так получится, ну, дай бог, чтобы это случилось на каком-то другом канале. Очень много мне поступало предложений по поводу Ютуба, но я тяжело раскачиваюсь. Мне решиться на что-то новое, я консерватор, очень тяжело. Поэтому я сейчас учусь, отпускаю все, что было, принимаю что-то новое и нахожу для себя новый путь. А почему, кстати, как тебе кажется, из таких больших блогеров практически ни у кого на Ютубе не получилось. Регина бросила, Настя Ивлеева что-то делала. Если брать вот вас, большую пятерку или даже там семерку, да, больших блогеров, никто не пошел на Ютуб, а те, кто пошли, как-то быстро оттуда шли, свернули. Вот я не хочу делать то, что не получится. Если я сделаю, чтобы это было что-то масштабное, как я люблю, понимаешь, чтобы это взорвало танцпол, а если этого не случится, нет, я уже научилась принимать ошибки и делать работы над ошибками. Но все-таки вот я знаю, что я быстро загораюсь, и если что-то придет, я это сделаю. Но пока это не пришло, поэтому делать, знаешь, вот потому что у них была гонка. Они хотели поскорее эту аудиторию из Инстаграма перелить на Ютуб, монетизировать, заработать, понимаешь? Может быть, не подготовились достаточно, может быть, не подумали, может быть, просто свои силы не рассчитали. Потом аудитория Ютуба, она абсолютно различна с аудиторией Телеграма. Телеграм абсолютно не похожа аудитория Телеграма с Инстаграмом. Телевидение — это вообще другая история, понимаешь? Это все, мы почему-то это все время объединяем в единую историю про народ, но народ очень разный, потребности у него разные, интересы разные и возможности тоже разные. Поэтому не надо обесценивать людей, которые нас смотрят и думают, что вот если, значит, они с тобой здесь, значит, они и там, и везде, и я такая крутая звезда, и за мной народ везде пойдет. Как правило, жизнь показывает другие реалии, и на это тоже нужно обратить внимание. Как человеку, который сейчас в теме психологии глубоко, не кажется ли тебе, вот просто есть такая теория, мне интересно, согласна ли ты с ней, что не получился бы твой образ настолько откликающимся огромному количеству людей, если бы рядом не было такого антипода, как Собчак, точно так же, как история с Бузовой. Вообще есть мнение, что если бы не Водонаева, которая гасила ее, мочила, уничтожала ее просто на этом Доме-2, то такой народной любви бы к ней не случилось. Вот как тебе кажется, вот этот антипод, человек, который гасит, подавляет, который не дает вроде бы раскрыться, но именно в то время вот именно был образ вот этой доброй, эмпатичной бородульки. Все-таки мы найдем за что сказать, Ксюша, спасибо. Ну, вот получается, Ну, почему бы и нет, возможно, да. Но вообще для меня роль жертвы, это не моя роль. Я тебе честно могу сказать, я в ней абсолютно неорганична. Если Оля органична, я нет. Это прям вот не мое. Мне это как-то, как человеку, который сейчас учится на психолога, я осваиваю это и хочу понять, почему я так боюсь этой роли, почему я так переживаю по этому поводу, почему я боюсь всегда уйти в жертву, почему мне важнее всегда оставить и уйти первой. Понимаешь, конечно, какие-то ответы на вопросы я уже нашла, но мне больше нравится, когда меня любят за силу. Я знаю, что российский зритель любит жертв. Не только российский. Посмотри, топ-3 мирового Инстаграма. Да, да. Мечтая Роналду и Месси в Селена Гомес. Ее история известна тем, что она переживала тяжелое расставание с Джастином Бибером. Да, да, да. И опять же, ее образ получил такую поддержку. Она вызвала какую-то сумасшедшую... Хейли очень долго, Хейтили до сих пор. Да, до сих пор Хейли Хейтили. Да, никаких совместных фото не помогли. И, кстати, тоже, что касается Селены Гомес. Она же даже опередила сестер Кардашьян. После Селены идут как раз Кайли, Ким и вот это все семейство Кардашьян, которые тоже вышли из реалити-шоу. Но что касается Селены, в свое время несколько лет назад она появилась на обложке Тайм и вынос был люди, которые меняют этот мир. И был просто невозможный хейт со стороны американцев. Они говорили о том, что кто? Человек, который делает селфи, меняет мир. А вообще, кто она такая? Ну, как оказалось, Очень значимая. Да. Ее слово значит очень много. Долгое время в Инстаграме ее фото с Кока-Колой было самым популярным фото всех времен и народов. Потом сейчас, по-моему, что-то футбольное. Месси, который держит мяч, что-то такое. Сейчас Месси ее побил, а потом яйцо ее побило, потому что это было фото яйца. Конечно, конечно. Самое популярное фото Инстаграма. И, собственно, Селена с Кока-Колой. И кто бы что ни говорил, в какой-то момент все поняли, что у нее огромная, огромная просто сила. Сейчас, когда мы так много говорим о толерантности, ну, в реальности, конечно же, наше общество, особенно российское, ни разу не толерантное. И самыми нетолерантными оказываются именно те, кто за это, так скажем, радеют. Те, которые призывают. То есть это модные люди, люди светские. Говорят о том, что сегодня право голоса может быть у всех. У человека любого гендера, любого социального уровня. Но вместе с тем вот это клеймо, которое есть на проекте Дом-2, ну, мало кто смог как-то от этого избавиться. Я всегда буду благодарить проект Дом-2 за свою популярность. Потому что, если бы не проект, обо мне бы никто не знал. Да, сейчас я этому проекту посвящаю минимальное количество времени. Про твое детство. Мама вышла замуж, твой отчим был итальянцем. И поскольку мама не могла тебя забрать в Италию с собой, ты осталась с бабушкой-дедушкой, наверняка, ты как человек, который ходит к психологу и занимаешься психологией. У всех у нас есть комплексы. Да. Много твоих комплексов и проблем связаны как раз с этим. Мама уехала, папа... Вообще, я так понимаю, сложная история с папой. Они разошлись, когда мне было два года. Папа такой был своеобразный человек, у него было очень много браков, у него были еще дети. Какой он национальности? Езид. Он родился в Грузии, в Белиссии, прожил там долгое время, потом переехал в Москву. А мама русская? Мама русская, папа татарин у моей мамы. То есть она наполовину татарка. Ух, у тебя там сколько всего. У меня очень большое смышление кровей. Я безумно любила своего папу, ничего практически о нем не зная. Это была такая, знаешь, какая-то щенячья любовь. Что бы про него ни говорили, плохо, хорошо. Очень хотела, чтобы он почаще приезжал, любил. И даже, несмотря на всю любовь моего отчима, я все время этому сопротивлялась. О чем сейчас, когда мне уже, я взрослая девочка, и вхожа в терапию, могу сказать, что жалею. Почему сложился у меня такой образ, что мне надо крутого мужика? Потому что папа для меня был каким-то крутым мужиком, который всегда приезжал на последнем Мерседесе. Всегда привозил огромную пачку денег, всегда с этой сигаретой с тонкой, всегда какие-то неимоверные рассказы. Он не работал от звонка до звонка, всегда это какие-то такие были непонятные истории. И в последующей жизни я именно таких мужиков себе и выбирала, как мой папа. С детства говорила, что я никогда в жизни не выберу себе мужчину кавказской национальности и два брака, и именно, понимаешь, вот туда. никогда не забуду. Значит, один раз он приехал, бросил, вот тогда еще были эти рубли с Лениным, 10 рублей, 25 рублей, и он привез огромную пачку денег. Он не был никогда правильным, понимаешь, вот не было вот исправности платить, алименты, помогать и так далее. Он всегда вот так вот, бабки есть, я привез, нету, я скрылся, меня нету. Он не показывал свои неудачи, он всегда должен был быть успешен и востребован. И вот он приезжает, кидает эту пачку денег в очередной раз, выкурив сигарету, поболтав со мной, он все время мне говорил, ты моя жизнь, ты жизнь моя, у него еще был акцент, исчезал. Насколько лет, неизвестно, каждый раз непонятно. Это был год, два, три. Потом он 18 лет мне позвонил, а я уже организовала себе какой-то банкет, и папа говорит, я приехал из Америки, привез кучу вещей, а это действительно так было, он часто летал в Америку. Когда он женился на моей маме, он вообще обманным путем это сделал, он мне сказал, что ему 30 лет, ему на тот момент было 40, а моей маме было 21 или 22, и она только в ЗАГСе, увидев паспорт, узнала, что папе 40 лет. Ну то есть он авантюрист был, понимаешь, вот такой вот. И он мне сказал, что он в первый раз ездил в Америку, готов приехать, подарить мне кучу вещей, типа жди. И я отменила все мероприятие, все празднование дня рождения, он не приехал, никаких вещей я не увидела, и потом он мне позвонил, сказал, что у него украли багаж, что-то такое. Ну короче. Ты поверила? Нет, я не поверила, я расстроилась, разочаровалась, и потом он мне позвонил, только когда он меня увидел в телеке и сказал, а что ты Бородина-то? А я говорю, а кто я? Он говорит, ну я тебе дал фамилию, то есть моей фамилии, почему ты Бородина? Я говорю, ну потому что так посчитали продюсеры, и я так захотела. потом у него была не самая лучшая жизнь, во мне взыграла злоба, гордость, все, что я сейчас прорабатываю, и слава богу, мне хватило ума, когда он умирал, приехать к нему. Он уже, у него был инсульт, практически не разговаривал, он что-то только мычал, и я вот обнимала его, он очень сильно похудел, может быть, он не хотел, чтобы я видела его в таком состоянии, но у него были слезы, он хотел что-то сказать, не смог. В этот момент я начала его прощать. Почему он не пытался со мной так часто видеться? Он пытался уже, когда я получила определенную популярность, понимаешь, и мне было адски обидно, что, ну почему так-то, ну чем, причем, какая разница, Бородина, Амоева, там, Амарова, это вообще не важно. Ты же мой папа, ты должен был меня любить. Слава богу, я успела попрощаться, в этом году я прилетела в Тбилиси, еле-еле нашла могилу, но нашла. Периодически с ним как бы разговариваю, прохожу это все. Образ отца, особенно для девочек, база, это основа, да, психологии. В одном из интервью ты сказала, что когда ты смотрела мультик «Русалочка», ты не могла поверить, что бывают такие отношения дочери отца, когда отец переживает за тебя, когда он тебя окутывает вот этим вниманием, заботой, когда он настолько интегрирован в твою жизнь. Вот этого ты не познала. И это, конечно, тяжелая история, и, наверное, это травма на всю жизнь, это действительно нужно прорабатывать. Слава Богу, я не знаю, что это такое, но я пыталась всегда представить, вот как бы моя жизнь сложилась, если бы у меня был не такой папа, который у меня был. И когда ты сейчас в терапии, ты наверняка раскручивая узел, ты понимаешь, что твои, не люблю говорить неудачи, потому что любой брак, в котором есть дети, я считаю, что он удачный. Твой опыт где-то негативный, с какими-то нюансами, что это все звенья вот этой цепи. Что касается первого мужа, ты очень мало о нем что-либо говорила, кроме того, что вы познакомились на камеди, и спустя два года после рождения Маруси вы развелись. Также в одном из немногочисленных твоих интервью на эту тему звучала причина примерно так, что у тебя было много свободного времени, потому что ты ушла в декрет, но ты не та женщина, которой нужно свободное время. Тебе надо работать и куда-то свою энергию одевать, поскольку когда энергии стало слишком много скапливаться, ты начала немножко мужу, как ты это называла, выносить мозг. Нет, это интервью было просто обычное, житейское, причина была абсолютно не в этом. Я не хочу говорить про первого мужа ничего, он меня об этом попросил буквально недавно, потому что мы пытались наладить общение, мы не расстались там никакими врагами. Это я приняла решение развестись, у нас разные представления о жизни, это не было с каким-то надрывом, он не одобрил мое это решение, он сопротивлялся, потом все-таки он сдался, и мы развелись. Ни одной секунды в своей жизни я об этом не жалела. Единственное, за что я сильно переживала, что у него нет общения с ребенком. Маруся просто очень, она очень хрупкая, очень нежная, очень тонкая. Я прекрасно понимала, что ей просто нужен папа, но я взяла похожего мужа на своего отца, первого мужа, сильно похожего, поэтому общения как такового не случилось. Его не случилось, и сейчас он не в России, я не знаю, где он, что с ним, тоже не знаю, он является отцом Маруси, общения у них практически никакого нет. На этом, как бы, история про моего первого мужа, она закрывается, потому что я не хочу ни его трогать, ни его нынешнюю жизнь, ни прошлую. Насколько для тебя травматична ситуация, что твои дочери в каком-то смысле, кто-то больше, кто-то меньше, повторяют вот эту твою судьбу сложных взаимоотношений с отцами? Психолог сказал, что мои дети, что пока их эта ситуация никак не касаются, то есть они абсолютно спокойно это воспринимают. Им хватает меня, моей любви, самое главное, и поэтому сейчас так сильно и остро они это не ощущают. Я достаточно честна со своей старшей дочерью, ей 13 лет, и я не могу ее назвать взрослой девочкой, но тем не менее, она... Но она же все понимает. Она многие вещи понимает. Хочу просто ей лгать, врать, и когда случаются какие-то ситуации, я просто открыто об этом говорю. Я всегда говорю, ваш папа вас любит, может быть, они не всегда имеют возможности вас видеть, но знайте, как бы, что они вас любят, они хотят с вами проводить огромное количество времени, может быть, сейчас нет такой возможности. Когда у Маруси, там ей было 5 или 6 лет, я ей всегда говорила, послушай, я не хочу быть между вами, вот у ребенка есть телефон, и также сейчас у Те есть телефон, пожалуйста, созванивайтесь, вы всегда можете договориться, даже если мы не общаемся по каким-то причинам, а у меня есть причины не общаться, ну вы всегда можете созвониться со своими детьми, в конце концов, у меня есть персонал дома. Это мой папа, уезжая куда-то, мы не знали вообще, куда он уезжает, когда он вернется, тогда не было ни видеосвязи, ни телефонов, ничего. Он пропадал и появлялся через 5 лет, понимаешь? Ну правда, но тогда кроме домашнего телефона ничего не было, на которого, наверное, я сейчас уже не вспомню, может быть, периодически звонил, но сейчас просто век технологий, век такого прогресса, есть уникальная возможность видеть своего ребенка, хоть каждый день, ну в какой-то момент, может быть, он стал ей чужим человеком, когда он еще жил в Москве, она ей говорила там, езжай с ночевкой с папой, это всегда были адские слезы, она ко мне очень привязана, очень привязана. А второй муж как-то компенсировал Марусе вот этот недостаток мужского? Он нехорошо к ней относился, он ее никогда не обижал, он ее уважал, он держал дистанцию, но какой-то теплоты, вот этой, которая нужна девочке, ее не было. Но он не позволял себе лишнего, наверное, для него обнять ее или как-то себя повести по отношению к ней, то есть он не нарушал ее личные границы. Ну тут тоже можно понять, сложно это. Наверное, да. Нет, я никогда ему за это не предъявляла, никогда не заставляла. Это действительно все очень сложно, тем более у него же тоже есть сын, и ты же тоже наверняка с ним как-то выстраивала отношения, но вот как заставить слишком в какой-то войти тесный контакт с чужим ребенком? Вообще тяжело, да, когда это не твой ребенок, в принципе, эти отношения, они не всегда простые, и не каждая женщина на это пойдет. Это порой достаточно сложно сделать. А тебе вот насколько было комфортно общение с его сыном? У вас же была похожая ситуация. У него сын, у тебя дочь, и плюс у вас общий ребенок. Ну его сын жил у нас фактически, то есть он огромное количество времени проводил у нас дома, и это были его условия, и никогда не было условий, нет, такого не будет, понимаешь? Были моменты, конечно, которые могли меня там не устраивать, да, в чем-то, но по большому счету всегда отпуск с нами, все каникулы он жил у нас. Это как раз его очень хорошо как отца характеризует. Было бы странно, если бы наоборот, он забыл своего сына и проводил время только с вашим общим ребенком. но я, и часть моей заслуги, это тоже в этом есть, и о чем мне сказала его бывшая, она не жена, она мама ребенка, она сказала, что как бы я тебе благодарна, потому что ты внедрила ребенка в жизнь Гурбана. Наверное, как и любой ребенок, он в глубине души мечтал, чтобы папа сошелся с мамой, наверное, и это нормально. И Маруся, наверное, в глубине души мечтала, чтобы я сошлась с ее папой. И Теона, наверное, в глубине своей души до сих пор мечтает, чтобы я жила с ее папой. Но жизнь, она другая. Люди, они все разные, и кто-то нам подходит, кто-то не подходит. Но ты же не каждый день, как сегодня, забираешь детей? Нет. Есть жаворонки, а есть совы. Вот я сова, потому что от меня работоспособности и, в принципе, каких-то плюсов от меня по утрам ноль. Мне кажется, я могу только молчать по утрам. У каждой из девочек по няне. У каждой своя няня. Маруся уже взрослая, ей 14 лет, в этом году ей няня точно не нужна. И мне тоже. А, тебе тоже не нужна уже? Ну, в плане, что домашка только. Все. Только с уроками? Все остальное ты сама? Прямо сама себе можешь вещи погладить? Нет. А мама строгая? Справедливая. Справедливая. А за что мама ругается? За плохое поведение. За обман, за ложь. Да. Обманывать нельзя, да? Все. Только правда, какая бы ни была. Да. Мне очень сложно обмануть. Я взрослый человек, и я, в принципе, вижу. А тем более, они не умеют этого делать, к счастью. Поэтому, когда я так... А ты кем мечтаешь стать? Актрисой? Да, актрисой. Вот видите, значит, наверное, действительно есть такой талант. А ты, Марусь, кем хочешь стать? Вряд ли что-то связанное с, не знаю, допустим, экономикой, или что-то связанное с... С точными науками? Да, с точными науками. Ты гуманитарий? Я гуманитарий, 100%. Раз ты хочешь актрисой стать, ты много стихов знаешь. Ну, немного, но знаю. Ну, например. Белая береза. Ой, отлично. Давай, отлично стих твоей. Белая береза под моим окном наполилась снегом точно серебром на пушистых ветках снежных... Нет, нет. На пушистых ветках все правильно, снежных. На пушистых ветках снежных кормой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине и горят снежинки на золотом огне. А заря ленива, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром. Молодец. Молодец. А кто автор? Есень. А что касается вот набора персонала, все-таки, ну, ты человек медийный. Да. И ты какие-то особые проверки устраиваешь для персонала? Какие-то договоры подписывают о конфиденциальности? Потому что всякие же случаи бывают. Ты знаешь, мне повезло сейчас. Я много раз натыкалась на непрофессионалов и прощались не очень хорошо. И сейчас я могу сказать, что я сформировала тот состав, который просто идеальный. Потому что я не отношусь к этим людям, как к обслуживающему персоналу. Если я улетаю, я не переживаю. Хотя мама всегда подстраховывает и приезжает, когда меня нет. Но, тем не менее, и это, знаешь, вот люди, которые работают с душой. Ну, то есть они проверены. Да, они проверены. Ты очень любит свою няню. А в школе тебе не говорят? Одноклассники у тебя мама такая известная. Или у вас там в школе все такие? А у нас, да, такая школа тоже такая. Мы все практически там одинаковые, поэтому у нас, ну, прям не говорят. Ажиотажа нет какого-то, да? Не говорят. Тебе говорят, да? Говорят, что твоя мама очень популярная, у нее много денег. Тень, ну не сочиняй. Ну реально, мама. Ну кто тебе такое мог сказать? Ксюша говорит. Соня, тихо, не пали Ксюшу. Я вот очень жалею, что в школе нет такого предмета, чтобы нас учили, что такое семейная жизнь, как в нее интегрироваться. Как это научишь? Есть какие-то азы психологии, которые могли бы объяснить какие-то вещи отношению к мужчине. Как может себя мужчина вести по отношению к женщине? Как не может? Потому что наши примеры только наши родители. И мы потом идем и повторяем их ошибки. Я очень сильно хотела семью, потому что по факту у меня ее не было. Меня воспитывала бабушка и дедушка, мама жила в Италии. Я ее не часто видела так, как хотела. Отчим был замечательный человек, которому я по сей день благодарна. Но это не мой родной папа, и я с ними не жила. И это не мой проигрыш какой-то. 40 лет, два брака за плечами, ничего страшного. А кто-то живет одним браком всю жизнь и терпит такое, чего я не готова терпеть. А я вот оказалась другой. Я взяла и ушла. Нашла в себе силы. Если ты хочешь делать хорошую мину при плохой игре, это твое право. Если тебе приятно перед подружками не быть разведенной, это твое право. Если ты готова терпеть вторую семью и делать вид, что ее нет, это твое право. Если готова закрывать глаза, что твой муж путешествует без тебя, якобы это командировки, и потом не берет трубки ночами, это твое право. Если ты хочешь так жить, я тебя не осуждаю. Я так не хочу. У меня жизнь одна, и я имею право сделать тот выбор, который я хочу. И я верю, что есть, а может быть, он уже появился человек, который меня любит, которого люблю я, который готов все для меня сделать в этой жизни, с которым будет абсолютно другая жизнь. А может быть, я ошибаюсь. Я считаю, что я все сделала правильно. Это твое первое интервью после развода? Да. После второго развода. Давайте быть точными. Ну, ты знаешь, обсуждается очень... Твой первый развод как-то достаточно тихо прошел. Тихо прошел, да. И все, наоборот, тогда говорили о том, что тебе он даже как-то пошел на пользу, у тебя сумасшедшее распреображение было. Ты тогда здорово похудела, ты как-то очень изменилась. Многие тебя подозревали в невозможных манипуляциях с внешностью, потому что ты правда очень похорошела. Это тот случай, когда с возрастом становишься гораздо лучше. Сейчас вряд ли кто-то может поверить, глядя на то, какая ты хрупкая, что когда-то ты что-то с весом боролась. Юношеская вот эта полнота иногда в девочках, если у них генетически не заложено быть сухой, понимая, что вот у меня это было... Сейчас я, конечно, смотрю на эти фотографии и обалдеваю, потому что это реально какая-то, знаешь, вот эта припухлость. Во-первых, снимали фигово. Не был, не выставлен свет правильно, ничего. И плюс телик в любом случае прибавлял, ну, 7 килограмм, это не отнять. Но телик-то тебя и сейчас снимает на уши. Телик меня сейчас снимает уже на другие камеры, простите. Естественно, потом я похудела. И держишь вес, ты больше никогда не набрала. Почему? Ну, во время беременности я же бы набирала второй. Как-то это незаметно прошло. Как будто ты родила и снова. У меня никогда не было идеальной фигуры. Ну, вот нет, была в Ледняком, когда я участвовала. Больше эту фигуру вернуть не смогу. У меня всегда есть к себе претензии по поводу фигуры. Но в целом мне нравится, как я выгляжу, я с собой довольна. Но я не ложилась ни на какие пластические операции, никаких желудков мне не отрезали. Не было никакой секретной диеты. Поэтому мне даже продать нечего, понимаешь? Может быть, если бы оно и было, было бы здорово. Если бы был какой-то секрет. А как тогда? Получается просто образ жизни? Да. Что ты наладила? Вот от чего ты отказалась? Что навсегда ушло? Я как питалась, так и питаюсь. Ну, то есть ты ешь все, и глютен, и молочку? Все ем. Но ты мне перед интервью сказала, от алкоголя ты отказалась. Ну, извините, это произошло недавно. Ну, и потом ты думаешь, я прям так вот пила, как ненормально. Ну, наверное, когда там времена Дягилева, мы, наверное, конечно, тусили, да? И ходили по всем этим клубам. Но у меня никогда не было проблем с алкоголем. Но ты сейчас его исключила по какой причине? Главные боли. Я помню, проходит несколько лет. И я вижу, ты себе тогда сделала каре. Сильно похудела. У тебя какое-то было такое преображение мощное. И как раз это время, вот, по-моему, развития Инстаграма. И ты тогда взлетаешь. У тебя маленькая дочь, вы еще с ней так похожи. И, конечно, ну, хоть какой-нибудь дай нам секрет. Ну, хоть что-то. Что, может, ты, не знаю, порции уменьшил. Ну, я занимаюсь спортом. Потом у меня был ледниковый. Я реально тебе говорю, никакие порции я не уменьшала. Я ем. Ну, вот прям ем. На каких-то так супер диетах есть какие-то там детоксы, например, да. Я могу себе позволить. Что ты прям хлеб с маслом ешь? Ну, чем... Вот тем больше я заморачиваюсь. Да, ем хлеб с маслом. Когда ты участвуешь много в съемках, нет времени жрать. Ты наверняка слышала, что сейчас все худеют с помощью уколов. Аземпик? Да. Слышала. Как ты к этому относишься? Очень плохо я к этому отношусь. Потому что это препарат, который сделан для диабетиков. И, кстати, мой тренер мне сказал, говорит... Представляешь, говорит, у меня ходит клиентка и говорит, абординат на Аземпике сидит. Понимаешь? То есть люди не могут поверить в то, что ты можешь самостоятельно преобразиться. То есть им всегда нужен какой-то секрет. Если похудела, значит, укол. Если там, не знаю, ты развелась и счастлива, подвох какой-то. Это они должны искать причину в себе, не во мне. Я категорически против. Какие-то мои подруги это делают. Вот какие-то хотят делать, и те, которые хотят, я их отговариваю. И говорю, что не нужно это делать. Потому что всему есть цена. У всего есть цена. В любом случае вы потом где-то за это заплатите. Ничто не проходит бесследно. И закон кармы работает не только в том, что касается каких-то человеческих взаимоотношений. Второй твой развод, он уже обсуждался, конечно, по-другому. Это была такая резонансная история. Для кого-то рухнула идеальная картинка какого-то идеального брака. Для кого-то это был, ну, немножко такой даже гимн феминизму. Несмотря на то, что ты достаточно таких традиционных ценностей, но ты сказала, часто мы не разводимся, потому что нам стыдно на это пойти. Я правильно понимаю, что это решение было всё-таки не одним днём принято? Ну, в голове я уже года два назад развелась точно. Оно зрело. Тогда. В девятнадцатом я в голове своей уже развелась. И знаешь, есть такое выражение «доживать». И вот я доживала. Я понимала, что рано или поздно это всё закончится, но просто доживала. Расстались мы из-за предательства, из-за измены. И хорошо, что я тогда не пошла на интервью, потому что в этом во всём было бы очень много эмоций. Человек меня обманул. Я это чувствовала достаточно давно. И как все пишут, что это произошло вот из-за барышни, с которой он сейчас, абсолютно это не так. Потому что их было множество, как потом я выяснила. Это было очень подло, неприятно, больно. Когда ты это чувствуешь, а с тебя всё время делают дуру. Человек до последнего, до последнего, там, за месяц ещё до этого стоял на коленях, признавался в любви, говорил, что если не я, он сдохнет. А я чувствовала всё время, говорил, послушай, ну ты меня обманываешь, ты нечестен со мной. У меня была адская паранойя. У меня очень хорошо развита интуиция. И вот мой психолог мне всё время говорит, пожалуйста, ориентируйся на неё. Ты всё время её предаёшь, ты всё время свою значимость убираешь. Вот ты чувствуешь и себе не веришь. А ты должна себе верить. И я себе не верила. Я всё время понимала, что это так, но всё время убирала это. Ну, у нас же чуть не случился первый раз вот в начале, только когда мы начали встречаться. Я была очарована. А чем? Вот чем ты была очарована? Ну, это было как-то вот, как-то красиво по-мужски, понимаешь? Это было как-то вот очень достойно. Человек умеет очаровать. Я очаровалась. Но долго играть роль невозможно, и маски слетают. И когда я стала уже понимать, что что-то как-то вот странно, как-то себя человек ведёт, что-то в нём не так. Уже было поздно, потому что, ну, я влюбилась и плюс забеременела. И я подумала, что это божий знак, что я забеременела, и как бы, ну, значит, я ошибаюсь. Я вышла замуж. Недолго музыка играла. Было достаточно сложно. Потом я родила, начала как-то чуть-чуть приходить в себя и понимать, что рядом со мной человек — это не мой человек. И мы расстались. Мы разошлись, и всё, и уже я наняла адвокатов, и было принято решение разводиться. Мы не общались там три месяца. И стали появляться вот эти вот моменты того, что он не изменял. Понимаешь, потому что, когда ты в браке, все молчат, и никто ничего не рассказывает. А как только ты разводишься, все начинают тебе чего-то там рассказывать. Понимаешь? Ну, как ты... Я в какой-то момент начала сопоставлять даты, начала сопоставлять неночёвки дома. Я этого всё поверила. Вылила это в сеть. Это были невероятные эмоции, когда, представляешь, ты только родила. У тебя там три-четыре месяца ребёнку. Ты уже разводишься. Это всё знают. Всё это все обсуждают. Какая-то грязь идёт страшная. Я ещё вот... И вот когда у меня заканчивалась одна сигарета, я начинала курить другую. Понимаешь, я была на страшных нервах. Я взяла и накатала этот пост, потому что я думала, всё, вот сейчас я его накатаю, и всё, это разорвёт нашу связь, и я уже к нему не вернусь. Но это не сработало. Он меня вернул. И какое-то время мы жили нормально. Мы какое-то время жили реально нормально, спокойно. Были какие-то ссоры, но незначимые. А потом всё стало хуже и хуже, хуже и хуже. Мы абсолютно разные. Его образ жизни мне не подходит. А какой у него образ жизни? Ну, я не хочу это озвучивать. Честно тебе могу сказать, просто это не моё. Это не моё. Вот всё... Это мне всё чуждо. Уже всё было плохо. Уже все совместные мероприятия плохо. Уже даже держать лицо тяжело. Уже даже было... Все друзья знали. Все мне подходили с одним вопросом. Почему ты это терпишь? Мне все говорили. Почему ты это терпишь? И у меня в голове была только Теона. Я всё время думала только о ней. И думала, что ну нельзя, нельзя. Вот у одного ребёнка нет папы, пусть у другой будет. Я была как оголённый провод просто, понимаешь? До меня докоснись, я начинала искрить. Хоть сколько-то вы были счастливы? Ну, я тебе... Ну, наверное, да. Наверное, были, конечно. Но несколько месяцев в начале, несколько месяцев после возвращения первого. Потом после возвращения какая-то эйфория. Были классные моменты, были, но их было очень мало. Я была угнетённая. Я всё время была недовольная, злая. Когда женщине изменяют, откуда ей питать энергию? Меня адски ревновали. Адски ревновали. Меня ревновали, ну, к Сердару. Например, я не имела права выставлять фото Сердара. Когда тебе так запрещают, ты только потом понимаешь, почему. Мы не на одной волне. Последнее, что он на меня очень сильно тогда обиделся, я предъявила. Мы сидели в ресторане в Сочи, и он сидел в кожаной куртке. И я ему говорю, пожалуйста, умоляю, сними кожаную куртку. Я тебя молю, играет скрипач. Ну, это вообще не к месту. На меня был вылет ушат всего и как бы претензий, и всё остальное. Ты не знаешь, что он плохой человек. Наверное, для кого-то он хороший человек. Я всё время боролась сама с собой. И когда я об этом всё-таки узнала, уже увидела своими глазами. Потому что мне плевать, что писали хейтеры. Кто они такие, откуда они знают. Я вот до сих пор не знаю, как я поступлю, если я узнаю о измене какой-нибудь моей подруги, что её муж ей изменил. Я не знаю, как я поступлю. Я не знаю, насколько я имею право в это влезть и рассказать. Люди потом помирятся, а ты будешь виноват. Конечно. Вот как я тогда помирилась. И я возненавидела всех тех, кто пытался меня с ним разлучить. Когда мне в интернете мне хотелось казаться адски сильной, поэтому я свою всю боль не показала. Сейчас уже как бы очевидно, что это скрывать, что это была измена. Как только я увидела это своими глазами... А что значит своими глазами? Ну, я наняла детективов, которые всё это мне сняли. Сняли камеры и так далее. Просто мне дали номер квартиры, мне дали имя, фамилии. Их было какое-то неимоверное количество. Это потом как всё повсплывало, понимаешь? Поэтому тут не было такой истории, что я про кого-то узнала, он ушёл, и теперь они живут долго и счастливо. Я приехала домой, и через... Я дождалась, пока он проснётся. Точнее, я уже даже не дождалась, начала его будить. Потому что это была прям тёмная ночь. И попросила на выход? Да. Я прям сказала, прям... Я всё... Я очень грязно говорила. Ты не выбирала выражения? Ну, я не выбирала выражения. Мне вечером поступил звонок от него. Он сказал, слушай, ну, можно я переночую? Мне сегодня негде, я ещё не снял квартиру. Я сказала, нет. Нет, ну, как бы сюда больше нет. Я за 15 минут собрала его вещи в мусорные мешки. Прямо за 15 минут я это сделала. Всё, и... Очень долго потом отходила. Я недели две не ела. Я сильно похудела. Я лежала просто пластом. Прямо выкарабкивалась. Это должно было случиться. И слава богу, что я это увидела. И хорошо, что всё так произошло. Потому что нельзя было себя всю дорогу насиловать. Как в этом диком напряжении жить, ну, такое длительное время? Это очень трудно. А тут ещё и постоянная паранойя. А как говорят психологи, если тебе кажется, значит, тебе не кажется. Конечно, тебе не кажется. А знаешь ли ты историю голливудской актрисы Сандры Буллок? Её развод с мужем, и как это происходило? Просто один в один твоя история. Известнейшая, оскароносная актриса. Нет, я её знаю прекрасно. Более того, история вся происходит буквально через дни считанные после получения Оскара. То есть в самый момент её грандиозного триумфа. На тот момент, вот когда всё это происходило, женщины, о которой вы в Голливуде больше говорили, ну, не было. Она получает Оскар. У неё просто потрясающий вот момент жизненный. И выясняется, что её муж, он ей не просто изменяет. Он изменяет ей просто вот с каким-то... Ну, он, видимо, был сексоголик, я не знаю. С каким-то невероятным количеством женщин. Их было сотни. Естественно, он даже близко не был по масштабу равен ей. Ну, наверное, поэтому это и происходило. Где-то мужчина себя хотелось почувствовать. И она попала в клинику неврозов. Она лечилась, восстанавливалась. Ей было очень тяжело. Потому что, несмотря на то, что она всё о себе понимала, какая она, ну, это больно. Примерно такая же история была с Глэн Стефани. Наверняка ты слышишь. Гевин Росдейл, её бывший муж. В какой-то момент он сидел чуть ли не дома с детьми, потому что она звезда шоу «Голос» в Америке. Известная певица, солистка группы «Ноудаут». И потом выясняется, что он ей там тоже и с нянями, и с домработницами, с кем он ей только не изменял. Конечно, тоже для неё это был удар. Она тоже восстанавливалась. Потом счастливо вышла замуж за коллегу по шоу «Голос». И всё у неё, слава богу, хорошо. У Сандры Буллок, насколько я знаю, тоже. У меня было интервью с Лапковским, и я задавала им этот вопрос. С сильными, яркими женщинами, если мужчина оказывается не равновеликий, а сложно найти по масштабу такого, ну кто, кто может быть мужчиной, соответствующим тебе по масштабу? Ну кто? Я не знаю. То Тимоти, Владимир Путин, ну кто это? Ну это сложно тебе сейчас найти мужчину, который был бы настолько же известен и обеспечен. Поэтому... Не факт, что это был бы хороший брак, я могу сказать. Не факт. Ну не всякий мужчина, у которого нет такого влияния социального статуса, достойно это вынесет. И для некоторых как раз вот этот уход налево, он бывает, ну типа терапевтический. Ну конечно, у меня нелёгкий характер. Я не могу сказать, что со мной жить просто. Конечно, со мной жить непросто. У меня даже друзья сейчас говорят, ты вообще другой человек, ты так изменилась. Да, я слышала, что ты стала ровнее. Очень многие говорят, не только потому, что я пошла в терапию, а прежде всего потому, что я убрала источник вот этих нервов. Потому что я жила как на пороховой бочке. Да постоянно в адском нервозе. То есть вот эти вот клёвые моменты, про которые ты говоришь, они даже забылись очень быстро, потому что это были абьюзивные отношения, понимаешь? Это был жёсткий абьюз. Я ни в одной секунды в своей жизни не чувствовала себя свободной, понимаешь? И чтобы мне было легко. Каждый день рождения испорченный, каждый Новый год. Всё это... Испорчен чем? Скандалами? Да. Они в основном на теме ревности возникают? Ну просто перетягивание одеяла на себя, драки даже были. Ну не со мной, с кем-то. Это было так стыдно, ты не понимаешь, я глаз не могла поднять. Это не значит, что нужно посвятить всю свою жизнь теперь вместе мне. Я не сделала ничего плохого. У меня были чувства, я достаточно была преданная, честна. Всё, разошлись дороги. Общения не будет. То есть с моей стороны общения не будет. Не потому что это обида, я просто не вижу смысла никакого. Мы не нуждаемся в этом общении. Если мы когда-то встретимся на свадьбе Теоны, ну окей. Но на этом коротенько всё. Не нужно. Сейчас, ещё раз говорю, есть огромное количество возможностей, и я не запрещаю и не препятствую. Поэтому, пожалуйста, если хочется, пожалуйста, всегда можно увидеть, связаться, пойти погулять, забрать из сада и школы. Вполне это может сделать папа, который не так сильно, например, занят. Я вообще в этом не вижу ничего. А чем, кстати, папа занят? Я не знаю. А когда вы были вместе? Не знаю. Папа чем-то занят, это пусть он рассказывает, чем он занят. Меня это никак не касается. Я правильно понимаю, что в какой-то момент он тоже стал блогером? С самого начала я сказала, что я не хочу публичного мужа. Я всегда это говорила, но не была услышана. Я не хотела публичного мужа. Мне никогда не были интересны ни актёры, ни певцы, ни блогеры, ни никто. Человек может быть за кадром, окей, но человек в кадре не хочу. Поэтому все мы знаем, что, в принципе, мы эгоисты большие. У нас эго раздуто, все, кто в кадре. Есть какие-то определённые у нас проблемы. Раз мы так стремимся быть значимыми для людей, раз мы вышли на сцену, мы с этим работать должны постоянно. Но делить площадки я не была никогда готова. И я бы говорила об этом всегда честно. У меня не было такого, знаешь, что я вот заманила актёра какого-то, сказала, послушай, там, Петров, мы вместе, здорово. Потом, Петров, уходи-ка ты с работы, знаешь, вот я буду Бородиной, единственной в семье, а ты, Петров, теперь никто. Будь ты Васечкиным и сиди со мной дома. Да ну ты что, нет. Я бы встречала человека, который был далёк от шоу-бизнеса, далёк от всего этого. Это было бы неинтересно. Мне было сказано, что это чуждо. Ну окей. Не было бы телека, я бы жила какой-то своей жизнью, да. Возможно, я не знаю, стала бы успешной бизнес-вумен. Может быть, я и добилась того, чего я добилась сейчас. Каким-то иным путём. Но я всегда считаю, что люди должны быть благодарными. И вот, а делать вид, что я не участник Дома-2, или я не бывший муж Бородиной, и вообще вот моя популярность, это только потому, что я такой крутой. Ну странно это всё выглядит, если честно. И вообще, в принципе, я предлагаю не жить назло мне. Вот что очень важно. Потому что иногда складывается ощущение, что это так. Это нехорошо. Это всё равно в конце сожрёт и приведёт к чему-то плохому. Поэтому мой совет просто... Всё-таки есть общий ребёнок, не хайпиться, не трогать. Всё время думать о том, что есть общий ребёнок. И как бы я здесь не соврала на интервью, я сказала правду. Когда-нибудь я расскажу это своему ребёнку. Мне за это не стыдно. Я испытывала огромную боль. Я испытывала огромные страдания. Я всё это пережила. Потом Ледниковой спасибо огромное. И людям, которых я встретила, меня вытащили. Огромное количество людей из этого всего. То есть ты ушла вот в эту активность, и тебе это помогло? Да, конечно. Очень сильно. Ну, во-первых, у меня там сразу появились какие-то ухажёры. Вот чуть ли не на следующий день. Слушай, это какой-то магический проект. Ты понимаешь? Там одни сплошные шуру-муры. Только вот я вышла, стала куда-то выбираться. Понимаешь? Я же не пошла сразу в терапию. Я же по старинке пошла. В клуб. Поехали. Пошли забываться в клуб с подружками. Похихикаем, мужское внимание получим. Конечно, там какое-то внимание было со стороны мужчин. Конечно, там и цветы, и подарки, и всё, что угодно было. И какой-то флирт, и общение, и так далее. Потом я просто остановила себя и сказала, что ну нельзя в это уходить, потому что ты сейчас поменяешь шило на мыло. Всё то же самое будет. Ты просто сменишь одного на другого, и получится всё то же самое. Не надо так делать. Появились близкие друзья, люди, отсеялись какие-то. Потом я просто ушла в терапию и поняла, что сначала ушла в ледниковый, потом я ушла в терапию, и всё. И это как-то вот так вот раз. И вообще заиграло всё другими красками, жизнь поменялась. Но ни одного дня в своей жизни я не жалела о поступке. И когда меня спрашивали, Ксюш, ну давай честными, если ты всё-таки захотела бы, ты бы, наверное, вернула, и ты простила бы. Я сказала, нет, вот мои принципы, они мне дороже. Здесь нет истории про упертого барана. Согласись же, измена, измене, рознь, те же Бекхамы. Ну глобально счастливый брак. Всякое бывало. Мы не знаем, насколько счастливая она, мы не знаем. Ну, возможно. Ты сейчас уже не веришь картинке. Я, да, я, во-первых, уже не верю картинке. Во-вторых, я была очень категорична, когда мне было 20 лет, и я говорила о том, что я никогда не прощу измены. Сейчас мне 40 лет, и я прошла через измены, не прощая. И я могу сказать, что я не знаю, но я не хотела бы. Ну не хотела бы. И все-таки, когда тебе уже 40 лет, наверное, человек, с которым я буду, уже прошел какой-то жизненный этап. И я уже прошла какой-то жизненный этап. Все-таки, когда изменяет, это неудовлетворенность с собой, и человек себя ищет. Одно дело за два часа от Москвы куда-то ехать по одному там уже адресу, и как-то это системно происходит. А другое дело, ну бывает так. Вот я помню фильм с Кирой Найтли про счастливый брак. Там, по-моему, Ева Мендес и Кира Найтли, если я не ошибаюсь. Мужчина поехал в командировку, это произошло случайно, единожды. И это был какой-то момент, который он потом, ну, может быть, будет вспоминать. Он, может быть, даже в глубине души не считает его какой-то грандиозной ошибкой, но он любит свою жену. Ну так случилось один раз. Вообще, измена, конечно, не случайна. И в любом случае после этого люди должны проработать и понять, почему он это сделал. Не бывает случайной измены. Во благо не бывает измен. Это всегда больно. И каждый человек, который это делает, или который об этом узнает, это всегда маленькая смерть для каждого человека. Какая бы ты беспринципная ни была, какая бы ты ни была жесткая, невозможно полоснуть ножом и сказать по сердцу, сказать, ну, послушай, ну, так случилось, так бывает, давай вот налепим пластырь, ну, пусть кровоточит, ну, ничего страшного, так не бывает. Я уже не такая категоричная, как была в 20 лет, но никто меня не убедит в том, что, типа... Что это нормально. Да, потому что есть ряд женщин, которые говорят, слушай, я не знаю, и мне нормально. Слушай, ну люди разные. В каждой избушке свои погремушки. Ей не нормально. Вот поверь мне, ни одной не нормально. Дальше это выявляется в алкоголе. Они начинают выпивать. Либо они начинают как ненормальный заниматься спортом, не вылезая из фитнес-зала до изнеможения. Понимаешь? Это во что-то выливается в любом. Либо они уходят в какую-то терапию, и все. Они начинают астрологи, нумерологи, значит, они айвазка начинают пить. Понимаешь? Уходят в это во все с головой. Это побег. Каждый раз, если ты во что-то уходишь с головой... Вот я говорю, я на Ледниковом побежала от себя, от этой измены, от этого развода. Да, все было замечательно. Это был невероятно крутой экспириенс в моей жизни. Я очень благодарна. Но потом я остановилась и сказала, Ксюш, типа, подожди секунду, ты убежала. Ну-ка, вернись, научись себя любить, обними себя. Вникни, что произошло. Пройди это, пожалуйста. Проработай это. Пойми. Может быть, на это нужен год, два, три, неважно. Чтобы просто больше тебе не было так больно. Ты не заслужила, чтобы страдать. Поэтому, пожалуйста, я готова любой батл взять с женщиной, которая будет говорить, что измена — это окей. И я ей на пальцах объясню, что нет. Никому не окей. Да, если вы делаете выбор в пользу семьи, не вопрос. Если вы закрываете глаза на другую женщину, зная о ней, и вам нормально ради материальных благ, ты права, я их не осуждаю, это их право. Но они плюют на себя тем самым. Невозможно не обратить внимание на себя, и невозможно, когда тебе кто-то делает больно, делать вид, что это не так. Это невозможно. Но я не говорю, что сейчас все должны побежать и развестись. А знаешь ли ты историю Ирины Хакамады? Да, конечно. У меня было с ней тоже интервью. И она мне в интервью очень подробно рассказывала, что когда она поняла, что муж ей неверен... У них свободные были отношения, и она так же. Да, она вынуждена была прийти к этой модели свободных отношений. Сейчас он уже умер, царствие небесное. Но она сказала о том, что вот по всему он мне подходил, и ценности, и здорово, мне с ним и весело, и замечательно. Но есть нюансик, да? Но есть нюанс, да. Она говорит, а я устала уже. И она решила тоже ввести, так скажем, свободный образ жизни. Было больно. И я долго думала. Два года. Я же не изменяла. Оставаться вместе или нет? Да. Может быть, я сделал глупость, надо было свалить. Но я думаю, следующий был бы такой. У меня как-то все мужики бабники. Все. Видно, мне нравятся интересные мужики, а они все бабники. Поэтому я решила, если мне нравится, значит, другим нравится. А женщина у нас больше, чем мужчины. И соблазнять у нас мужчин легко. Как тебе кажется, есть ли в этом какое-то лукавство? У мужиков может быть такая история, когда они могут спать с другими, и ничего, это чисто физика. А женщина подключается? А женщина подключается, как аватар, этими хвостиками, да, в любом случае. Нет, она просто, она вынуждена была. Ты правильно сказала. Ни одна женщина, чей муж любит и обожает и носит на руках, не пойдет спать с другим мужиком. Только если назло. Она не хотела с ним разводиться, но и, видимо, противоречия внутренние были очень сильные. Она была вынуждена. И это ее примирило, и это спасло их брак. Она не чувствовала себя уже обиженной, обманутой. Потому что они каждый друг другу могли сказать, я сегодня не приду. Ради чего? Ради этой галочки? Объясни мне, пожалуйста. Ради того, чтобы просто быть в браке, чтобы соседи ничего не сказали. Самый главный твой внутренний комфорт. Ты должна чувствовать себя счастливой. А при каких обстоятельствах ты все-таки могла бы простить измену? Не знаю. Не знаю, как я тебе отвечу на этот вопрос, если у меня такого опыта не было. Еще ссылаясь на одно свое интервью у Дарьи Донцовой, она с позиции уже своего опыта, не знаю, как мы будем в ее возрасте рассуждать. Я очень много об этом думала. И на монтаже много думала. Вообще думала, оставлять это, не оставлять, поймут ли это, нет. Я решила это оставить, поскольку мысли очень интересные. Чтобы я когда-нибудь простила мужа, который мне изменил. Да вы что? Это все девочки. Это юность, это молодость. Ну просто человек не дорос до взрослой жизни. В действительности очень много женщин уже в таком серьезном возрасте, которые считают, что это не главное. Но мы с тобой находимся в том возрасте, когда все-таки наоборот это приоритеты, наверное, это то, что скрепляет отношения. Все-таки если человек не готов даже на верность, то на что он вообще тогда готов? Не, ну может быть, ты меня в 65 пригласишь на интервью, мы так же будем потрясающе выглядеть. Ну и я тебе скажу, послушай, Надь, я прожила эту жизнь и поняла, что прощать измены – это нормально. Вот ты говоришь, какую бы измену ты простила? Наверное, то, о которой бы я никогда не узнала. Которая бы была не грязная, не мне назло. А как ты говоришь, может быть, какая-то командировка случайная. Это не значит, что сейчас мой будущий муж, возможно, смотрит и думает, что это, знаешь, зеленый свет на эту историю. Нет, наверное, это та измена, о которой бы я не узнала никогда. И о которой бы он себя там не гнобил бы, не жрал бы себя за это. Это была бы просто какая-то история, какая-то, не знаю, там, мимолетная. Вот такая, которая вот стерлась бы из памяти. Та женщина, которая не простила, ей больно. Но еще больнее той, которая простила и остается жить с этим, каждый день убеждая себя в том, что это нормально, что я так сделала ради семьи, ради детей, ради себя, ради, там, не знаю, наших родителей, ради нашего будущего, неважно. Она с этим продолжает жить ежедневно. Она может об этом забыть в среду, но в воскресенье она обязательно об этом вспомнит. Тебе часто говорят о том, что за последние вот полтора-два года ты стала гораздо тише, более плавная. А раньше все твои интервью, все твои высказывания, они были достаточно такими громогласными. Я даже смотрела два интервью с тобой на Ютубе, по-моему, больше их нет. Ты давала интервью Регине и Алене. Каждая у меня оставила такой сложный какой-то осадок. И вроде бы интервьеры, у меня нет вопросов к ним, там, они все нормально делали. Но я какой-то твоей глубины там не почувствовала. И я пыталась понять, это проблема в интервью или проблема в том, что вот у тебя вот какой-то такой был посыл. В одном случае ты говоришь муж за кадром, там, с Региной вы пишете интервью. Я понимаю, что это тяжело. Меня вот лишний человек любой на площадке смущает. А тут говори о муже, тем более, когда он на тебя смотрит. А с Аленой, когда вы делали интервью, ты начала его с того, что я знаю, что это закрытая поза, но я буду вот так сидеть. И вот было ощущение, что ты вот как... Я так и чувствовала себя. Что ты вот как будто сразу обороняешься. Ну, очень много было хейта в тот момент, поэтому я закрывалась, боролась. Вот мы сегодня никуда не спешим, мужа нет не то, что за кадром, а вообще на горизонте. И ты очень расслаблена. Вот сегодня я вижу тебя, я вижу, что ты очень открыта, расслаблена. У тебя нет вот этого вообще абсолютно никакого барьера. Ты даже где-то вот на каком-то немножко дзене даже как будто находишься. Потому что я дала себе, прежде чем прийти на это интервью, я поговорила сама с собой и сказала, что я буду честная. Я буду честная. И такая, какая я есть, меня такой мало кто знает. Потому что всегда была защитная реакция. Еще раз повторюсь, некому было защитить, поэтому приходилось вот так вот обороняться. Я не сахар, и я достаточно сложная, и я не буду строить и себя сейчас белую, пушистую. У меня не самый легкий характер, но я очень верный и преданный человек. Я меняюсь, я взрослею. Люди вокруг меня, которые сейчас есть, они меня очень сильно меняют. Я действительно достаточно спокойна, потому что я выбираю себя. Я слишком много растратила энергии до сорока. Ее было просто какое-то неимоверное количество. Ну, я не знаю, ощущаешь ты мою энергию, не ощущаешь сейчас, может быть, в меньшей степени. Вообще у меня всегда ее очень много. Я очень много слышала про твою трансформацию. Мы с тобой раньше не общались. Я видела тебя буквально пару раз на каких-то мероприятиях. Ну, я уже тебя видела, когда ты была, так сказать, в процессе этой трансформации. А мне рассказывают о том, что раньше ты была гораздо более громкая, яркая, но нервная. Сейчас у меня вообще нет ощущения, что ты нервная. Ты как будто вот абсолютно на волнах качаешься, знаешь, так, на дзене. И для меня это комфортная ситуация, потому что вот эта вот Ксения Бородина, звезда «Всея Руси», которая вот эта вот... Я немножко пугалась этого образа, но, как я уже тебе говорила, наблюдала за тобой, и не из-под тяжка, и она тебя была подписана. Просто я знаю многих, кто не подписывается, например, там, на тебя, на каких-то еще там, блогеров, но смотрит, да. Я была подписана, мне действительно было интересно. Я пыталась понять твой феномен, потому что как ни крути, как вот Селену Гомес, они отрицали хейтеры, сколько там, в 17-м или 18-м году, когда Тайм посвятил ей обложку. Невозможно отрицать тренд. Ну, сейчас блогеры – это селебрити новой формации, так скажем. Плюс ты и телеведущая, тут нельзя сказать, что ты просто блогер. И в этой связи, конечно, все, что с тобой связано, всем очень интересно. Тем более, несмотря на то, что ты человек традиционных ценностей, ты постоянно об этом говоришь, но опять же, вот сегодня ты получаешься такой флагман феминизма, в том числе потому, что ты женщина, которая дважды в разводе, дети, которыми ты практически, ну, в основном ты ими, да, занимаешься. Ты говоришь о том, что девочки не боимся, женщинам не боимся, если что-то не устраивает в отношениях. Должны полагаться на себя. Подготовьте себе базу. Ты тоже часто об этом говоришь. Будьте… Нельзя полагаться на мужчину, полагайтесь на себя. Ну, всякое в жизни, да, может произойти. Таких примеров масса. Вот сейчас в контексте вот всего того, что мы обсудили. Тут, с одной стороны, новая этика с её перекосами, с другой стороны, есть традиционное общество. И если следовать вот этим патриархальной традиции, то можно тоже в такую ловушку попасть, если ты себе не подготовишь эту базу. Вот какие сегодня тебе близки взгляды? Это какой-то, видимо, гибрид новых модных либеральных трендов и старых патриархальных. Вот какая модель тебе всё-таки ближе? И как ты будешь своих дочерей воспитывать? Мне нужны партнёрские отношения. Это абсолютно точно. Что мне важно? То есть я не смогу засесть дома, и чтобы полностью за всё отвечал муж, и я от него завишу. Это мне не подойдёт. Мужчину, который будет зависеть от меня полностью, полностью, да, я бы тоже, ну, я не хочу, не моё. В идеале я хотела бы партнёрских отношений. И во всём. Это партнёрство должно заключаться не только в материальном плане, но и в духовном. Мне важно быть человеком на одной волне. Я достаточно консервативна во многих вопросах. Я верю в брак. Я верю в то, что люди могут прожить всю жизнь и пройти очень многие испытания, и оставаться счастливыми. Я считаю, что я достаточно счастливый человек. И у меня очень много что случилось. Я ни на одну секунду не чувствую себя одинокой женщиной. Это очень легко стать заложником своего образа. А с такой огромной аудиторией, как у тебя, тем более. Я понимаю, что даже решиться на то, чтобы объявить о разводе, это сложно. Когда страна привыкла к этой идеальной картинке, и ты понимаешь, что ей порционно это надо выдавать, а иначе тебя не поймут. А тут поди попробуй скажи им, что ты разводишься. И тем более Россия, ну как ни крути, патриархальная страна. Шакира там, да, и вот Мали, который сейчас выпустил эту песню, когда я могу сама себе купить цветы. Это, конечно, гимн феминисток в любом случае. Но на самом деле нет, это про любовь к себе. Они об этом объявили, и весь мир их пожалел. А я в тот момент этого не сделала. Но я об этом не жалею. А тебе нужна вот эта энергия жалости? Она совсем другая. Нет, не нужна, поэтому я не сделала. Но зато ты понимаешь, да, что... Внимания много, и коммерческие это... Внимание огромное количество, просто невероятное. Я этого не сделала, и поэтому никто и не понял тогда, на тот момент, типа, что случилось. Потом люди потихоньку начали понимать, в чем дело. И он как бы показывал себя во всей красе, поэтому они уже понимали прекрасно, в чем дело. Поскольку ты народная героиня, и за тобой подписчики очень активно наблюдают, и ты для всех родная. Ты используешь лексику, которая вот бабоньки, вот это все ты вот умеешь, ты чувствуешь ДНК русского человека. И наблюдая за тобой, я примерно понимаю, почему твой образ так откликается. Поэтому, когда ты купила недвижимость в Дубае, очень многим это не понравилось. Одна мысль о том, что ты можешь куда-то уехать, здесь многих триггерит. Ну почему? Потому что ты родная, потому что ты своя. Я объясняю. Эта недвижимость, и не то, чтобы я купила и сказала, ребят, я завтра переезжаю. Эта недвижимость, это было некое вложение с моей стороны. И плюс ко всему, это дружественная страна. Моя позиция остается неизменной. Я люблю свою родину. Нам всегда стыдно признаваться за границей, что мы русские. Я всегда с гордостью произношу это. И тогда, и сейчас мне вообще пофиг. Когда у меня был выбор учиться в Швейцарии, в Лондоне или учиться в России, я всегда говорила, я хочу приехать и учиться в России. Я люблю свою школу 749-ю, хочу ходить в нее, понимаешь? Вот, ну, я такая была с детства. Мне это все близко было. Я не могу себе представить, чтобы я не переобувалась 100%. Ты уже не можешь усидеть на месте, да? Да, нам уже все перекрутили в 100 раз. Ты очень активная, да? Очень, очень активная. Поэтому занимаемся танцами, да? Английские. О, расскажи, кстати, что у тебя? Танцы английские, что еще? Расскажи. Школа подарков, все. Школа подарков. Ну, там много чего делаете, оказывается. Там и глина, и все на свете. Ну, работает на свои уси, чуть-чуть. А между собой вы как? Можете поругаться? Да. Прямо подраться можете, да? Да. Ну, прям подраться? Я такого не вижу. Не, ну, серьезно драться нет, допустим. Ну, подолкаться. Ущипнет, хочется в ответ как-то, да? Да, да. Не друг друга могут ущипнуть. В обиду дать. Давайте тебя тоже как-то не сильно. Ты очень любит Марусю, и все время не нужна ее внимания. И она не умеет проявлять свои чувства по-другому. Вот я вчера с ней разговаривала. Говорю, ты, если хочешь внимания, Марусь, всегда ей скажи, поиграй со мной, пожалуйста. Понятно, что ждет тебя отказ иногда. И это нормально, потому что у Маруси свои дела, свое личное пространство. Но в целом, несмотря на то, что ты уж такая гиперактивная, она тоже хорошо учится. Она лидер недели у нас. Не лидер. Ну, там сложно системы тогда объяснять, что к чему есть. А кто, если не лидер? Какие там еще критерии бывают? Сейчас ты была кем? Стар оф Дэвик. Стар оф Дэвик. Она сейчас была. До этого была, да. А какие у вас кумиры? Вот у меня сын умирает просто по Владу бумаге. Влад Бумага, Влад Бумага. У девочки, наверное, другое что-то смотрят. А тебе кто нравится? Джон Артега. Ну, Уэнсдей, которая играла актрису. А ты кого смотришь? Леди Гага. Ты что? Или песни Майкла Джексона тоже. Ну, это такое, скорее всего. Ну, такое и я люблю. Влади Мэрли. Ну, или, допустим, на танцах у нас в основном... Ну, я занимаюсь современными танцами, больше хип-хоп. Она у Мигеля занимается. Ну, не у Мигеля, просто его как бы... Его школа. Его школа, да. У нас там в основном ставят таких, ну, американских рэппи. Допустим, Дрейк. Ну, вот тоже некоторые песни знаю. Могу смотреть всякие шоу, допустим. Опять же, на всяких телеканалах, на которых раньше мама была. Ну, маму я редко смотрела Дом 2, ну, практически не смотрела. А так... А, кстати, что ты про Дом 2 думаешь? Ну, это мамин работа. Ну, я понимаю, тебе интересно смотреть Дом 2? Мне нет. Ну, потому что я, мне кажется, ну, маленькая для этого. И умненькая. Умненькая в том числе. Есть ли у твоих детей какое-то соперничество? Часто очень бывает, что когда появляется второй ребенок, старший, чувствует себя покинутым. Конечно, между ними бывают и разборки, бывают и какие-то ссоры. И не могу сказать, что они душа в душу. Нет такого. Но при этом они родные сестры, которые любят друг друга. Когда есть вещь, где можно объединиться и сделать маме хорошо, например, они с радостью это делают. Вот недавно мы ездили, я, Маруся и Теона на каникулы троем вообще без кого-либо. Мы так классно провели время. Я ей разрешаю, если Тея задирается, давать ей сдачу, грубо говоря. Но в том плане, что давать отпор. А Тея у вас такая задиристая. Тея может, да. Тея очень нужно много внимания, поэтому она всяческим способом хочет его получить. При этом она очень хорошая, добрая девочка. Как много работающая мама, ты справляешься, потому что, ну, невозможно. Вот все, кого я знаю, никто этого не может избежать. И чувство вины за то, что много работаешь. Понятное дело, что все это для них, но где-то мы себя и обманываем. Им-то, может быть, не так много надо, им больше внимания нашего надо. Поэтому я сделала так, что у нас теперь большое количество путешествий. Потому что именно в путешествиях дети развиваются по России, не по России. Это неважно. Вот мы этим летом вообще сели, доехали до Краснодара на нашем минивэне с кайфом. Мы набрали бутербродов, ты понимаешь, то есть мы такие были довольны, счастливы. Взяли собаку с собой, поехали к друзьям. И это было просто невероятно. И для них это приключение. Мы останавливались, сфотографировались в полях с пшеницей. То есть мы были несказанно счастливы в этом во всем. Мы это проживаем какие-то моменты, узнаем друг друга ближе именно там. Потому что бытовая жизнь, она все-таки, она немножко рутинная порой, да. Но вернулась мама, уставшая с работы, ей хочется снять тапочки, лечь. Приходит чувство вины, ты считаешь, что ты плохая мама. Ты заставляешь себя, идешь, что ты делаешь, заставив себя при этом. И потом ты срываешься на ребенке за это же. Поэтому я больше так не делаю. Я позволила себе быть иногда плохой мамой, которая может закрыться в комнате и посмотреть сериал, там пару серий, и не уделив внимания своим детям, например, ничего страшного. Или мама может уехать в поездку и не взяв с собой детей. В этом тоже нет ничего страшного, никто не умрет. Но зато потом мама приезжает довольна и счастлива, и с радостью играет в монополию, и в карты, и в шахматы, и во все, что угодно, понимаешь. И классно мы проводим время. Я очень переживала по поводу этого дзена, когда начала заниматься психологией, практиками, ретритами и так далее. Я думала, блин, сейчас вот я стану вот этой вот такой вот скучной, нудной, вот этой вот буду заходить, и не будет вот этой вот феерии, как ты говоришь, которой все побаиваются. И я поняла, что это невозможно. Это в человеке либо есть, либо нет. Ты можешь просто успокоиться, уже с помощью громкого голоса не обращать на тебя внимания. Но все софиты будут направлены в любом случае в твою сторону. Ты не смотрела фильм «Вавилон» с Марго Робби? Ну, конечно. Когда она говорит, милый, звездой нельзя стать. Ты или звезда, или нет. Нет, конечно. Боюсь ли я потерять эту популярность? Не знаю, точно не могу сказать. Но абсолютно точно я не буду выпрыгивать из штанов, хайпить и с ума сходить ради этой популярности. Может быть, у меня не будет потребности в этом. Может быть, я настолько в себя влюблюсь и настолько буду чувствовать себя самодостаточной, что вот это вечное вот это эго, которое мы выпячиваем, нам постоянно надо это внимание, потому что мы не так сильно в себя влюблены. Ты знаешь, я еще о чем сейчас подумала? Ну вот о какие осязаемые цели ты себе сейчас можешь поставить? Вот чего ты еще не добилась? Ну куда? Сколько тебе? 120 миллионов подписчиков? Нет никакой стабильности. Как бы ты к ней ни стремилась, в один день может все поменяться в твоей жизни. Ты даже, вот, ты можешь всю жизнь строить империю, а завтра ты можешь быть никем. Поэтому дай бог к легкости, ко всему относиться и быть здоровыми. Это самое главное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова